Павлены святых, кассета первая, страница 101. По чину царя Малхитедека и выборные от народа. Церкви совершенны, никого нельзя назвать церковным служителем в нашем современном смысле. Каждый имеет свое сокровенное место, как член тела церкви, глава которого Христос. Каждый являет себя творческим духом, как полное своеобразие, никого не повторяя, ни от кого независимый. Все члены церкви находились в полнейшем согласии и любви Христовой, имели одно сердце и одну душу. Только при таких можно сказать «вы царственное священство», про таких. В церкви менее совершенной начинают выделяться два особых рода служителей церкви. А одни как избранники Христа, другие выбираются церковным народом. Первый является в церкви без всякого ведома остальных членов церкви. Как явился апостол Павел, и как являлись апостольские мужи, пророки, учителя и все получающие дары духовные. Про них может сказать, как сказано о Христе, жившем среди иудеев. Он не принимал от иудеев никакого достоинства, а однако же получил от Отца все незнаменательно, а на самом деле. Он принял помазание не тем елеем, который составляется из веществ, а самим Духом Божиим. Такое же помазание он даровал и всем верным своим. Христианин, значит, помазанный. История церкви Евсевия. Мученика Памфила. Второй народ и служители, напротив, определенно выбираются всем церковным народом. И им вполне реально вручаются от церковного общества те или иные функции, подобно как выбраны были впервые семь мужей на служение при раздаче ежедневных потребностей. У оба рода служителей церкви соответствует духовному и социальному ущербу, который был нанесен церкви. Когда проникли в нее с иной противление, началась тайна беззакония, появился соблазн малых сих. Ущерб социальный заключался в том, что не было уже благодатного согласия среди братьев. Перестало делаться все чудесно, как бы само собой. Одно сердце и одна душа. И понадобился надзор за порядком, дележ, блюстительное имущество и прочее. Здесь выборное от народа. Ущерб духовный произошел потому, что невнятнее стал голос Духа Святого. И оттого не все люди находили свои места в церкви, рождение свыше было затруднено. В церкви много было духовных, но много было также и младенцев во Христе, которых необходимо было питать молоком, а не твердой пищей, то есть несокровенным знанием. В те времена никто не сомневался, что цель христианина – рождение свыше. И величайшее несчастье церкви, если не все еще рождены свыше, не все могут ясно различать голос Духа Святого и жить. Как образом сказал Павел, не я живу, а живет во мне Христос. Поэтому вся церковь, все духовное подвизается, чтобы помочь душевным преобразиться в духовных. В откровении святого Иоанна есть яркий образ. Жена церковь имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Изъясняя этот образ, святой Андрей Кисарийский говорит, церковь болит, перерождая душевных в духовных. Сравнительно слово апостола Павла. Я болезную, пока отобразится в вас Христос. Но все злее тайна беззакония, оттого все невнятнее голос Духа Святого в церкви. Все менее и менее духовных, то есть тех, кто единственно знает волю Господню, созерцает уклоны в церкви. Наступают тяжелые времена, когда церковь настолько земляница, оригинальные выражения епископа Феофана Затворника, то есть материализуется, что люди перестают чувствовать необходимость в духовных и предполагают, что выборные от народа могут заменить собой Божьих людей. Отсюда неправильное представление епископа, преемники апостолов. Поэтому необходимо нам выяснить, в чем коренится чрезвычайное различие между помянутыми двумя родами служителей церкви – избранниками Божьими и выборными от народа. Кого назовем мы избранниками Божьими в церкви? Разве не всех Господь сам приводит в церковь? Как сказано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Избранниками были апостолы, но избранниками были и те, кто получал духовные дары, а их получали все в церкви. Сейчас мы не будем говорить о том, что в церкви не все записаны в книгу жизни. Нет. Здесь вопрос об избранниках гораздо, если можно так сказать, проще. Духовными дарами все были прославлены церкви времен апостольских, но когда духовные дары стали предметом неизвестным, по слову Иоанна Златоуста в IV веке, Господь стал прославлять на пользу церкви некоторых людей, чтобы голос Духа Святого через них был внятен народу. Они могут не иметь духовных даров, но тогда их подвижничество является сиянием, через которое Бог обращается к церкви и указывает ей путь. Эти люди носят на себе печать Духа Святого, и их необходимо узнавать, чтобы не остаться во тьме. Первым избранником такого рода церкви Христовой, имеющим особой чрезвычайной полномочия от Христа, был апостол Павел. Он, как мы говорили, принес в церковь некоторые новые положения, неприятие которых иудействующими христианами было причиной совершенного уничтожения церкви иудейской. Конечно, невозможно, имея в Новом Завете послание апостола Павла и книгу «Деяния апостолов», спрашивать, кто дал полномочия Павлу действовать в церкви. Кто наставил бывшего Савла в учении истины? Однако в нынешнее время подозрительного отношения к тайному избраничеству и изобвения понятия голоса Духа Святого в церковных кругах существует мнение, что наставление и вере апостол Павел получил от апостола Петра, у которого он жил некоторое время в начале своего обращения. Но ведь мы имеем точнейшее свидетельство самого апостола Павла, что он решительно ни у кого не учился христианским истинам, ибо сам Христос открыл ему все, даже о том, что было на тайной вечере, и от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите и едите. Приведены все слова Христа. Много раз апостол Павел возвращается к своему избраничеству и говорит о нем с великой горячностью, с твердостью и даже с гневом, ибо и тогда были нечестивцы, которые старались умолить непосредственно с его отношения ко Христу. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Христом и Богом Отцом. Евангелие, которое я благовествовал, нечеловеческое, ибо я принял его не от человека, но через откровение Христа. Когда Бог, избравший меня от утробы матери моей, благоволел открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал советоваться с плоти и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Через четырнадцать лет по откровению ходил в Иерусалим и предложил там знаменитейшим апостолам благовествование, проповедуемое мной и язычникам. И в знаменитой для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. В этих последних словах ясно свидетельствуется, что избраничество Божие не знает ни высших, ни низших, а всякие избрания крайны всем другим, и каждый получает особое служение, не менее необходимое и высшее, чем все другие служения. Великие, знаменитые, почитаемые столпами – все это от народа, а не от Бога. Черты совершеннейшей независимости ни от кого из людей, столь строго отмеченные апостолом Павлом и характеризующие избранников Божиих, свидетелей верных, легко рассмотреть и умение известного, замечательного именно по своей как бы малоизвестности Аполлоса. Однако апостол Павел призывает его, признает равным себе посланником Божиим, как первоначальные апостолы признавали его самого. Очень мало сказано об Аполлосе в деяниях апостолов, и только три раза упомянуто о нем в посланиях апостола Павла. Сам он на себе не говорит, но тем не менее его значение для церкви очень видимо. Зная только крещение Иоаннова, это как бы подчеркнуто, Аполлос родом из Александреи появляется в Ефессии, и горя духом учила Господи правильно. Далее сказано, Ахилы и Прескилла приняли его в свой дом и точнее объяснили ему путь Господень. Но вряд ли Аполлос имел нужду в таком научении. Вернее всего, он выказал здесь свое глубокое смирение, как некий новичок в деле Христовом, ибо для общей видимости имел только крещение Иоаннова. Но тотчас говорит о его щезучарных полномочиях. Он вознамерился идти в Ахайю, и там благодати много содействовал уверовавшим, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. В таких выражениях Дух Святый, раскрывающий тайны своих действий в деяниях апостолов, мог свидетельствовать только о чрезвычайном посланце Христа. Это подтверждается на пребывании апостолов в Коринфе. Сила его проповеди там столь чудодейственна, что коринфяне разделились и говорили между собой «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». И апостол Павел не говорит о преимуществе своей проповеди, но разъясняет коринфянам, что он и Аполлос одно. «Я насадил Аполлос, поливало, возрастил Бога». Так узнают избранники друг друга, даже еще не встретившись. И при встрече Павел не осведомляется Аполлоса, имеет ли он Духа Святого, как спрашивал у тех, кто подобно Аполлосу, знал только крещение Иоаннова, ибо видит на брате печать Духа Святого. И вот опять примечательно. Апостол Павел передал Аполлосу просьбу коринфян прийти к ним. Аполлос отказался. И Павел пишет коринфянам, «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет угодно». Что это со стороны Аполлоса? Невнимание, небратолюбие, холодность. Что это? Нет другое. У духовных одно сердце и одна душа, и они с радостью и любовью не только исполняют просьбы, но и несут бремена друг друга. Однако, если угодно, это Духу Святому, о чем знает только каждая, о себе. Очевидно, и в данном случае Аполлос сюда являющийся как бы самостоятельной, и теперь имел некоторые вышние поручения. Исполнив его и спросив Христова благословения, он отправился в коринф. Так вот, что значит, придет, когда ему будет угодно. Конечно, апостол Павел знал и понимал это. Коринфянам же пишет, «Я очень просил его, чтобы уверить их, что просьбы их он любовно исполнил». Таково чудное свидетельство Священного Писания об избранниках Божьих. Никому никогда не подчиненные от людей не принимают полномочия, чтобы сохранить всю полноту свободы служить верными свидетелями Христу. Никто ничего не знает о них и не смеет знать, кроме их самих. И кому раскроет о них Бог, или они сами по повелению Божию. Их можно гнать и даже убивать, как и Христа во время тьмы. Но нельзя распоряжаться их святой волей по желанию человеков. Мы знаем из истории Церкви, что они никогда не выходят из послушания начальствующих иерархов. Но это святое послушание, смирение Сына Человеческого, который смирил себя до зра короба и даже до смерти крестной. И иерарх, который захочет повелевать ими, приведет их, правда, не к неповиновению, но к страшному для Церкви молчанию. Ибо там, где постигают на свободу верных свидетелей Христовых, безмолвствует и Дух Святой. Как и Сына Человеческого, явившегося апостолу Иоанну, среди семи святильников, их ноги, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи седа, готовы течь во всю землю благовестить волю Господню. Но бывает, что служение в долгую жизнь их не отрывается от мрачной пещеры, смотри, Марк, пещерник Киевский, или прикреплено к земле десяти сожженными цепями, иерарх Борисоглебский. Но и тогда сердца их горят Божиим светом, вещая миру, немедлящего приходом Христа, чтобы дать понятие о необычайности и таинственности положения собственных, так их можно назвать священников Божиих, в отличие от левицкого и священников, при иерархическом порядке церкви, выборных от народа. Апостол Павел раскрывает тайну царя Мелхиседека. Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей. Мелхиседек, изъясняет апостол, царь правды и царь Салима, и то есть царь мира. Конечно, этими высочайшими качествами Павел знаменует постоянное пребывание в нем Бога. Мелхиседек настолько выше всех на земле, что благословил даже Авраама, имеющего обетование, родоначальника итраевского народа. Без всякого прикословия, говорит апостол Павел, меньше благословляется большим. И сам Господь Иисус является в мире почином Мелхиседека. Клялся Господь, что ты священник во век по чину Мелхиседека. Только апостол Павел называет Христа не священником, а первосвященником. И вот, можно сказать, этот первосвященник, который воссел одесную престола величия на небесах, назначает своих священников по чину Мелхиседека. Апостол Павел дает определение этого чина. Без отца, без матери, без родословия, ни речи, ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Воистину является воплощением слов Спасителя. Дух дышит, где хочет. Теперь скажем о другом роде служителей Церкви. Утратив совершенство, великую благодать, общество верующих во Христа стало нуждаться, как и всякое другое человеческое общество, в тех, кто поддерживал бы порядок, дисциплину, управлял, заведовал, организовал. Впервые эти новые служители в Христовой общине вводятся после несогласий, возникших между иудеями и эллинистами при раздаянии ежедневных потребностей. Те обстоятельства, которые сопутствовали их появлению в Церкви, устанавливают особую истину в церковной жизни. Казалось бы, что Христос, избрав апостолов, верил им и всякое начальствование в Церкви. И, основываясь на этом, они могли бы в случае нужды сами назначить себе помощников для управления Церковью. Однако апостолы поступают не так. Они лично совершенно отстраняются от возникшей необходимости начальствования в Христовом обществе. Для управления, в данном случае в зачаточном виде, для порядка за столами. Они предлагают самому народу выбрать из среды свои семь мужей. Мы же, говорят они, постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Что это значит? Как понять нам здесь, в апостольских словах и действиях, образ действий Духа Святого, знаменающий в книге деяния апостолов, начало жизни церковной всех времен? Иначе понять нельзя как то, что избранники Божии, свидетели верные, сначала апостолы, пророки, учителя, потом те, кого назовут впоследствии преподобными, исповедниками, мученики, святыми, избираются Богом не для служения в распорядках Церкви, как начальники, по подобию всяких земных обществ, государств и прочее, а только для благодатной помощи ближним огнем Духа Святого, который в них пребывает. И эта помощь святых не начальственная, а свободная, поэтому они не носят никакого видимого знака своего сокровенного служения, кроме двенадцати апостолов, видимо избранных при жизни Христа. Как и сам Христос, не имел никакого внешнего отличия от других. Для начальства ниже над собой, вследствие развития нестроения, народ сам должен выбирать из своей среды и хороших людей. Это значит, что, выпадая из благодатного строя, одно сердце и одна душа, Церковь земная скрепляется и дисциплинируется самим народом при помощи своих выборных, уполномоченных им на разные служения, подобие ветхозаветнего строя, то есть чрезвычайно несовершенного. Выбирая необходимых людей, народ сам и ответственный за доброту своих уполномоченных несет все последствия правильности избрания. Эти выборные от народа благословлялись апостолами на служение Церкви возложением на них рук. Однако этим возложением рук не передавалось того, что сопутствует тайному избранию Божию на служение по чинам Лихоседека непреодолимой благодати, защиту от всякого греха. Возложение рук Таинства Священства, которое, как и всякое Таинство, сообщает благодать, однако эта благодать сможет и отойти, как только человек начинает грешить. Приемственно от апостолов чин благословения новых церковных служителей переходит к тем, которые в это время служат. Сами выборы должны непременно происходить при участии всего народа. Таково апостольское предание и свято-отеческое заставление. Насколько апостолы считали важным участие народа в выборах, говорит следующее постановление. «Первый, говорю я, Петр, бы епископов рукополагать, как все мы вместе постановили, того, кто беспорочен во всем, избран всем народом, как наилучший». Когда его наименуют и одобрят, то народ, собравшись в день Господень с пресвитерами и наличными епископами, пусть даст согласие. Старший пусть спросит пресвитерами народ, тот ли это, кого просят они в начальнике. И когда они ответят утвердительно, то снова пусть спросят, все ли свидетельствуют, что он достоин такого великого начальствования. Когда все засвидетельствуют, что он таков, то опять в третий раз забудут спрошено, воистину ли достоин священнослужительствовать. И когда в третий раз подтвердят, то от всех пусть потребует знака согласия постановления апостольских. Василий Великий пишет некий сарийцам по смерти епископа, что их дело искать пастыря, и что это дело каждого из них есть свое собственное. Каждый сам первый вкусит его плоды. Святой Киприан, епископ, пишет испанскому клиру «Народ, повинующийся божественным заповедям и боящийся Бога, должен отделиться от грешников предстательства, и не участвовать в жертвоприношении святотатственного священника, тем более что народ имеет власть избирать священников и не излагать недостойных. Богом, знаем мы, постановлено, чтобы священник был избираем в присутствии народа перед глазами всех, и чтобы его достоинства и способности были подтверждены обществом, судом и свидетельством». Таких наставлений множество. Напрасно думать, что есть места в Новом Завете, которые, если не противоречат, то будто бы говорят о каком-то ином способе постановления служителей Церкви. Так апостол Павел писал титул «Я оставил тебя в крите, чтобы ты поставил по всем городам пресетеров». Несомненно, здесь пропущено то, что всем тогда было известно. Сначала выбора, а затем возложение рук, благословение. Итак вот, в окончательном виде та истина, которая определяется в жизни Церкви при появлении в ней особых служителей. Это новое учреждение в Христовом обществе. Оно непреемственно двенадцати апостолам, избранным самим Господом Иисусом Христом при его жизни на земле, для свидетельства верного. Апостольским преемством надо бы почитать тайное избранничество Божие. Сначала апостола Павла, потом апостольских мужей, учителей, пророков времен апостольских, Варнава, Симеон, Сила, Марк, Матфей, Павел и другие. И далее преподобных исповедников святых времен после апостольских. Это избрание всегда личное, с тайными полномочиями от Христа каждому избраннику. Когда послать, кого послать и зачем послать, ведомо только Богу. А отличительным внутренним свойством такого избранника является полнота Христовой любви, присущей ему всегда, так как без любви ничего нет. Выборные же от народа могут быть очень хорошими блестителями порядка, соблюдающими все интересы, благоустройство и благолепие. Могут быть превосходными блестителями чистоты догматического учения и в то же время быть очень злыми, ибо народу предоставлено выбрать кого угодно. В доказательство приведем следующее свидетельство святого Иоанна Златоуста из его слова о священстве. Одни избираются в состав клира из опасения, чтобы не предались на сторону противников, другие за свою злобу, чтобы они, быв обойдены, не сделали много зла. Таких свидетельств и у Иоанна Златоуста, и у других святых отцов множество. Таким образом бывает, что выборные народом на служение церкви сеют в ней не Христа, а антихристов дух действует вне любви. Поэтому называть епископа-приемником апостольского служения – недоразумение. Проследим теперь постепенное развитие учреждения, выборных от народа. В апостольские времена в церкви, кроме апостолов, пророков и учителей, было многое из совершенных, то есть имеющих полноту Духа Святого. И именно к ним апостол Павел обращался, говоря, «Если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости». Вся церковь сияла духовными дарами. И было много божьих людей, из которых струились потоки воды живой. Кто верует в меня, у того из срева потекут реки воды живой. Сия сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Иоанна 8, 38. Все внимание народа было обращено поэтому на духовных пресвитеры, старейшины, епископы, надзиратели. Эти служения смешивались, были в большей части из простых, недуховных людей. По своим обязанностям до конца первого века их можно уподобить нашим церковно-приходским старостам. Тогда мало кто был заинтересован стать епископом. Ревновали о духовных дарах, а не о том, чтобы получить сан пресвитера. Поэтому апостол пал, чтобы создать в народе убеждение, что всякое церковное служение – хорошее дело, пишет верно слово. Если кто епископ, то желает доброго дела. Однако тут же апостол дает понять, что выбирать епископа можно всякого члена церкви, лишь бы он был, как это в наше время говорится, порядочным человеком. Никаких духовных качеств не требуется. Но епископ должен быть одной жены муж, трезв, благочинен, примерный, гостеприимен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, умело управляющий домом своего и прочее. Затем пишет. Достойно начальствующим пресвитерам, епископам, должно оказывать сугубую честь. Отсюда можно заключить, что тогда уже были и недостойно начальствующие, и им также оказывалась честь, хотя и не сугубая. Конечно, такая квалификация не могла иметь место для апостолов и учителей, то есть духовных, исполненных Духа Святого. Ибо если апостол или учитель недостойно показывал себя, то он был враг церкви, лжеапостол и лжеучитель. От церковных же старост, пресвитеров или епископов, по их немощности, душевности нельзя было всегда требовать совершенства. Это мы запомним. Чтобы правильно отнестись к священнослужителям после апостольского времени, апостол прибавляет «оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Это добавление ясно показывает, что подвязаться в слове и учении не лежало на обязанности пресвитера, епископа. Очевидно, трудились на этом поприще те из них, у кого были соответствующие способности или даже дары, подобно первомученику Стефану. Вероятно, чтобы поднять престиж пресвитеров и епископов, апостол пишет «обвинение на пресвитера не иначе принимая, как при двух или трех свидетелях». Возможно ли после всего сказанного на основании характеристики апостолом Павлом качеств пресвитеров предполагать, что всем тогдашним епископам присвоено было именование пастырей? Конечно нет, но тогда как понять слова апостола Павла, с которыми он обратился к пресвитерам из Ефеса перед своим последним путешествием в Иерусалим? «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями, пасти церковь Господа». Объяснение этому находим тут же. Апостол обращался со своим словом не к обычным пресвитерам. Мы уже говорили, что все усилия духовных в церкви были направлены к тому, чтобы помочь душевным людям переродиться в духовных. И апостол Павел говорит ефесским пресвитерам, «Я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Конечно, он видел поэтому и духовный плод своего труда, и мог назвать этих ефесских пресвитеров пастырями. В словах апостольского напоминания пресвитерам об их учении раскрывается тайной истинной подготовки к пастырству. Это не простая наука, а сокровенное рождение нового человека. К этому именно и направлены были благодатные усилия апостола Павла. Учился слезами, то есть особой сердечностью, с необыкновенной любовью, три года, день и ночь. Значит, это было не только изъяснение истины, но и влияние всем существом апостола, в котором в правду, а незнаменательно жил Христос. Не я живу, а живет во мне Христос. Учил каждого из вас, а не всех вместе, то есть с каждым изъяснялся соответственно его сердечно-духовному облику, как всегда учит Дух Святой. Не на общем языке, а на языке каждого члена церкви. Но вот, однако, даже и этим пресвитерам, столь взысканным его благодатным попечением, апостол Павел должен был прибавить, зная, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, надо разуметь, люди антихристового духа, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Хорошо различая родившийся во Христе, апостол знал и видел, что начинает также возрастать лжепастерство. Поручено ли было пресвитерам церкви апостольских времен совершать то, что ныне назовется таинствами? Апостол Яков в послании говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помадавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Вряд ли это был установлен обряд таинства. Вернее, это было одно из тех благодатных действий разного рода, которые во множестве тогда знала церковь, изобилующая дарами Святого Духа. Вообще таинства тогда совершались в общем собрании церкви, экклезии. Совершение таинств клиром, оторванным от народа, тогда не было известно. Все было едино. Тартулян прямо указывает, что различие между клиром и миром установлены не Христом и апостолами, а в позднейшее время. Мы знаем, что покаяние было долгое время публичным перед всей церковью, и вся церковь налагала, если было необходимо, эпитемью. Возложение рук на выборных было не единоличным, а общим делом в экклезии. Крещение мог совершать каждый член церкви. И в Харистии во время Великой Благодати совершали по домам, преломляя по домам хлеб. Словесный образ, обозначающий причащение, хотя в этом месте и не сказано о чаше. Позднее в Харистии совершается на вечерях любви. Причащение совершалось после ужина, как на тайной вечере вкушали хлеб, а потом поочередно пели из чаше. Ни строение, ни благочиния, соблазн, развившиеся в общинах, породили необходимость все благодатные действия церкви как бы изъять из общего русла жизни и сделать отдельными актами. Появляются священнослужители, клир. Уполномоченные от народа на ведение хозяйства получали постепенно полномочие на совершение таинств. Вот, например, покаяние. Каялись перед всем собранием церкви. Но стали обнаруживаться нехристианские чувства. Вероятно, явилось злое осужение, быть может, насмешки. И покаяние сделалось тайным не перед всем народом, а перед уполномоченными от народа лицами, то есть пресвятерами, епископами. И все благодатные действия церкви, таинства стали совершаться священнослужителями. И в каждой церкви вначале было несколько пресвятеров и епископов. К концу апостольского времени явился один из них главным в данной церкви. Он назывался теперь совершенно определенно блюстителем, епископом-надзирателем. Это надзирательство получает новое очень важное назначение. Вот причина появления этой важной обязанности у церковного надзирателя-епископа. Послание апостола Петра и Анна Павла или определенно указывает на явившихся лжеучителей, или пророчествует об их приходе. Будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и многие последуют их разврату, и путь истины будет в поношении. Будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей. 2 Петра 1, 2, 2 Тимофеев 4, 3. Каким образом могли иметь успех эти лжеучителя, и кто они такие? Истинное христианское учение проповедовалось с двенадцатью апостолами, и многими поставленными на это дело тайными избранниками Христа. Последние не нуждались ни в каком внешнем посвящении, ибо тогда духовные узнавались духовными и принимались как верные свидетели Божии. Во всех общных церквах были пророки, учителя и апостольские мужи. Каждый из избранников учит только по откровению Божию и никогда не выступает по собственной инициативе. Он никуда не идет без ясно слышимого внутреннего обращения к себе, зова Духа Святого. В зияниях апостольских читаем, «Всеи Павел и Варнау, быв посланы Духом Святым, пришли все легкие», или «Они не были допущены Духом Святым проповедовать в Асии». И так всегда. Если об этом не всегда говорится в Писании, то надо подразумевать. Напротив, характерной чертой лжеучителей является их выступление без обращения к ним Духа Святого. Они начинали благовествовать, богословствовать, по обыкновенному пристрастию человека к учительствованию. А обладая природой некоторыми способностями, как мы называем теперь литераторскими или красноречием, они хотели их использовать ради имени своего, но не ради Христа. Не получив откровения, они по своему разумению излагали истину. Но так как дело, по которому они выступали, было дело Божие, то злой Дух спешил тайно помочь их в вдохновение, чтобы внести разорение Церковь Христову. Под влиянием навязчивых идей, внушать которые дьявол столь искусен, самочинные учителя становились фанатиками, злыми и упрямыми защитниками, извращенной их учением истины. Если бы Церковь состояла только из духовных, то ложные деятели были бы опасны лишь самим себе. Как сказал в послании апостол Яков, немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнемся большему осуждению. Но в Церкви много малых сих, то есть не имеющих сил лично противостоять соблазнителям, а только с помощью и любовью братьей. Любовь и свет избранников Божиих век апостольский, тушили пламень соблазна. Но как только ушли из жизни великие святильники любви, то младенца во Христе душевная, как называют их апостолы Павел, плотские, если у вас зависть, ссоры и разногласия, то не плоские ли вы, не в состоянии были отличать учителей от самозванцев. Стало невозможно проповедовать премудрость Божию и тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе своей. И учителя, пророки, замолкают. Вместе с тем является крайняя необходимость надзирать за тем, чтобы не утратить и самую истину. Как говорит учение 12 апостолов, береги то, что получил, ничего не прибавляя и не отнимая. По меткому слову апостола Павла, необходим держащееся истинного слова, согласно с учением. Держащийся. Это как бы уцепившийся, чтобы не утонуть. И вот выборные, которые были блестителями порядка и имущества в церковных общинах, получают новую важнейшую обязанность и тем как бы чрезвычайно возвышается в своем значении. Какой видимый момент следует считать за обращение Духа Святого к церквам, свидетельствующей о новом порядке в Христовом обществе. Нет указаний, что это произошло при жизни апостолов. Несомненно, апостолы знали, что Господь сам все время посылает своих избранников, апостольских мужей, пророков, учителей для проповедования истины. Поэтому они не находили причины поручать это дело выборным от народа, не столь, конечно, верным, как Божьим посланцам. Тем неожиданнее и страшнее стало положение церкви после ухода из жизни апостолов. Как бы некоторые отчаяния услышатся в посланиях святого Игнатия Богоносца, появившихся вскоре после смерти последнего из апостолов. Но в этих посланиях находим и положительные указания. Здесь свидетельствуется Духом Святым новый порядок в церкви. Изобразим этот момент. Через провинции Азии спешно проводили епископа антиохийского Игнатия, приговоренного императором Трояном к смерти за исповедание христианской веры и осужденного на растерзание диким зверям в Риме. Прикованный цепью к воину, он все-таки имел возможность посетить по дороге некоторые церковные общины. Бесчисленное количество еретиков, выступавших во всех церковных собраниях, поразило Игнатия. И он написал по пути семь посланий различным церквам. Но невозвышенный образ его богословия, которым исполнены письма, они, что, если можно так сказать, призывно резкое слышится, захватывает сердце в речах Игнатия. Они хотели обмануть меня, но Дух не впадает в заблуждение, ибо Он от Бога. Он знает, откуда приходит и куда идет, и разоблачает все тайное. Я вскричал громким голосом «Держитесь, епископа, пресвитеров и диаконов!» Дух гласит и поучает. «Не делайте ничего без епископа, любите согласие, бегите раздоров!» Послание к филадельфийцам. «Держитесь, епископа, пресвитеров и диаконов!» Предсмертный зов мученика, как громовой Божий клич пронесся по всему христианскому миру, раздираемому лютыми волками. В этом главный смысл послания Игнатия Богоносца. Дух Святой, конечно, знал, как и когда объявить волю Христа. Через все послания мученика проходит это изъявление воли Божией о необходимости устроения церкви в иерархическом порядке. Когда в наше время в катехизисах и учебниках канонического права и в других аналогических документах иерархического строя приводятся цитаты из послания Игнатия Богоносца о значении епископа становится как-то жутко. Неужели епископ такое беспредельное по своему значению лицо в церкви? Но это странно звучащее для позднейшего времени возвеличение звания епископа в те времена имело большой смысл. Тогда отношение к епископам пресвитерам было как раз обратное нынешнему высокому престижу начальствующих иерархов. Благоговели перед тем, через кого явственно светилась благодать Духа Святого и светилось Слово Божие. Епископ же был выборный, так сказать, свой брат, заведующий хозяйством и полицейским благочинием в высоком духовном обществе. Сосуд низкого употребления, выражаясь в терминологии Павла, о различном служении в церкви. Считаем в учении 12 апостолов. Поставляйте себе также епископов и диаконов. Не придирайте их, намек на тенденции со стороны церковного народа. Так к ним относитесь, ибо они должны быть почитаемы вместе с пророками и учителями. Потому, конечно, что всякое служение в церкви – доброе дело и равно во Христе. От приглашения не придирайте их, и они должны быть почитаемы, конечно, еще очень далеко от этого центрального места, какое суждено было занять иерархическому начальству в Христовом обществе. Теперь выясним, какая задача стояла перед святым Игнатием при изъявлении воли Божией о назначении епископов на центральное место в церкви. Необходимо было убедить церковный народ, что его выборные должны стать по благословению Божией его начальниками, и их нужно соответствующе чтить и оказывать им послушание. Поэтому чем сильнее была в народе тенденция пренебрегать своими выборными, как людьми, не имеющими ничего общего с почитаемыми апостольскими мужами, пророками и учителями, настолько тверже и беспрекословней надлежало теперь указать на их новое значение. Вот почему послания святого Игнатия спещерены необычайно и, можно сказать, превыспренними определениями новых деятелей церкви. Это особый язык для того народа и для той эпохи, как и всегда говорит Господь на языке понятном и необходимом для данных мест, времен и народа. Все почитайте диаконов, как Иисуса Христа, епископов, как образ отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонным апостолам. Без них нет церкви. На епископа должно смотреть, как на самого Господа. Все последуйте епископу, как Иисусу Христу, отцу, а пресвитеру, как апостолам. Диаконов же почитайте, как заповедь Божию. Смирцем 8, Тролийцем 3. Безвременно и безрассудно пользоваться этими определениями в настоящее время. Безумие смотреть, как на самого Господа на тех, чье звание так часто прикрывало и прикрывает возмутительных нечистивцев, искажающих дух Божий. Любовь, заменяющих злобой. Только в течение Таинства Евхаристии, приносящей дары, носит образ Господень. И епископ Иерей, однако, если совершитель Таинства нечистец, его невидимо заменяет Ангел Божий, что было показано в видении святым, вопрошавшим Бога об этом. Вот почему в посланиях святого Игнатия, вместе с решительным определением значения епископа и пресвитеров, слышится как бы некое отчаяние. Ибо Ангел Церкви, приемлющий повеление от Бога о постановлении, выборных от народа начальниками Церкви, не может не скорбеть, предвидеть тягчайшие последствия для стада Христова. Народ выбирает кого угодно. И на центральное место Церкви приходят случайные люди. Управление ее как бы отдается в неверные руки. Если апостол Павел сказал, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, нам, то теперь скорбями этим не видно конца. Скорбям и мраку. Только в далеком-далеком будущем, когда по попущению Божью жизнь превратится в ад, последует разрушение великой блудницы. Снова засияет фаворский свет Церкви. Дано было ей облечься в весон светлый. В следующей главе мы обратимся к изображению состояния Церкви иерархического строя. Это иное состояние Церкви, чем то, какое было в апостольское время. Тогда был благодатный строй. Строй иерархический можно назвать временем великого долготерпения Божия, или иначе церковь в пустыне. Теперь нам следует выяснить, какие требования предъявляли епископам, пресвитерам, диаконам, священнослужителям. Церковь совершенная. И что в действительности могли они дать, пребывая достойно на местах своего назначения? Святой Иоанн Затаус был избран на епископскую кафедру. Узнав об этом, он скрылся, уехал. После написал о том, почему не был в состоянии принять высокий сан. Созерцание ответственности, принимаемой на себя при посвящении в начальнике Церкви, породили в нем чувства и мысли, которые изложены о слове, о священстве в первый том. Священное служение совершается на земле, но по чиноположению небесному. Сам утешитель учредил эти чинопоследования и людей, еще обреченных плотью, сделал представителями ангельского служения. Поэтому священодействующему нужно быть столь чистым, как бы он стоял на самых небесах посреди тамошних сил. Поистине оно страшно, и как невеличественны и страшны были принадлежности ветхозаветнего служения, они незначительны. Священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Слово второе. Священники, люди, живущие на земле, поставлены распоряжаться небесным и получили власть, которой Бог не дал ни ангелам, ни архангелам. Земные властители эти имеют право связывать душу. Эти узы связывают душу, проникают в небеса. Что священники совершают, то совершает на небе Бог. Довершает. И мнение рабов утверждает владыка. Отец суд весь дал сыну. А я вижу, что сын весь этот суд вручил священникам. Они возведены на такую степень власти, как бы уже переселились на небеса, превзошли человеческую природу и освободились от наших страстей. Слово пятое. В Лайтона, однако, читаем еще в Златоустах. Христианам преимущественно перед всеми запрещается насилием исправлять впадающие грехи. Два слова. Третье. Еще. Как многие приходят в ожесточение и предаются отчаянию в своем спасении, потому что не могут переносить жестокое врачевание. Далее. Требуется много искусства, то есть искусства в любви, чтобы страждущие убедились добровольно подвергнуться врачевания от священнослужителей. Можно спросить, что же после этих мыслей о характере деятельности священнослужителей остается отданным власти в человеческом смысле? Ничего. Поистине ничего. Мы не будем говорить о власти апостольской, всегда выражающейся в любви. Об этом мы говорили много. Но вот приведем слова из истории Евсевия, мученика Памфила. Об исповедниках святых, мучениках, мученичества из продолжения апостольского служения в мире. Они всех защищали и никого не обвиняли. Всех разрешали и никого не вязали. Для чего же тогда сказано Златоустам о страшной власти священнослужителей? Сказано все это только для того, чтобы предупредить. Бедственно домогаться этой чести, первенства, власти. Страница 431. Можно думать, что избранник Божий Ян Златоуст, великий учитель церкви, сначала отказавшись от епископства по воле Божьей, чтобы творчески перечувствовать и передумать всю страшную ответственность этого сана, затем мог изложить свои мысли для назидания малых сих, которым суждено будет также принять священнослужение. Однако если священнослужение столь высоко ответственно, то в сущности большинство, а почти все, должны бы отказаться от него, что это именно так подтверждает и другой отец церкви, названный богословом, то есть редчайшим званием, Симеон Новый Богослов. Положен, ты пребываешь, имея ум, постоянно горе, и ты будешь в каком-либо городе, где множество народа, домов, палат, убранных, пространных, где храмы большие и прекрасные, архиереи, иерей, царь со всем синклитом, вельмож и телохранителей, пропуская всякие другие способы, какие можешь сам-то употреблять для получения архиерейства. Потом говорю все эти, то есть и сарь, и вельможи, и все множество народа начнут со многими слезами просить тебя принять на себя попечение об их душах, и ты, не получив на то мановения Бога, спустишься к этим непостоянным благам и свяжешься с теми, которые пригласили тебя пасти их, то Бог оставит тебя и лишит благ духовных. Слово Симеона Нового Богослова, второе. Многие не стыдятся самочинно пасти паству Христову. Пасти народ и пищись о спасении братья есть дело многоспасительное, как завершение любви. Следуя до конца рассуждениям святого Яна Златоуста и святого Симеона Нового Богослова, только совершенный, имеющий полноту Духа Святого, и только по мановению Бога, то есть по вношению Духа Святого, имеет возможность или право стать священнослужителем. Однако общим на земле множество, везде необходимы епископы и иереи, а совершенных духовных, которых много было в апостольское время, далее становится все менее и менее. А без епископа нельзя. Без иерея нельзя. И вот кажется, требования, которые предъявляет Церковь, совершенные к священнослужителям, могут явиться препятствием для людей совестливых. И вместо священнослужителей будут брать, то есть соглашаться быть выбранными, члены общины малосовестливые или даже бессовестные, что вполне возможно, как это изложено о выборных у святого Яна Златоуста, у Григория Богослова, у других. Какой же тогда смысл имеют слова великих святых, богословов, нами цитированные? Слова эти мудро и тайно раскрывают представителям иерархического строя Церкви, как они должны чувствовать и в каком духе действовать, как священнослужители. Эти мысли о высочайшем значении священнослужителей должны породить выборных от народа, чувство собственного ничтожества и полной непригодности для апостольского служения. Вот приблизительно мысли, необходимые для выборного от народа. Место священнослужителей я занимаюсь случайно, так как во мне нет решительно ничего, что соответствовало бы этому небесному служению. Только избранник Божий, имеющий полноту Духа Святого, знал бы, как помочь братьям нашей общины. Поэтому ни в чем, требующим действия и размышления, не буду поступать самостоятельно. А всегда после молитвы о Божьей помощи советоваться с братьями. Так поступал святой епископ Киприян, сказавший, что епископ в церкви и церковь в епископе, однако ничего не предпринимавший без совещания с братьями. Приведем пример опасности собственного суждения. Яснее всего она видна в исповеди. Если исповедующий совершенно сознательно не чувствует голоса Духа Святого, через него подающего советы кающемуся, как бывает у истинных, много существовало лже-старцев, то ему лучше уклониться от желания наставить брата и только с любовью помогать кающемуся, не утаить от Господа какого-либо греха. Если же принимающий исповедь брата будет давать ему советы и делать замечания по собственному разумению или по букве Писания, или по соображению образа жизни того или иного святого, он мешает Христу принимать покаяние и соблазняет брата. Образ жизни всегда личный. Каждый христианин по своему в один духом святым. Старцы проницают в Божий образ, пришедшего за советом, потому могут помочь заблудшемуся. Итак, если священнослужители возьмут на себя труд своего уничижения, они будут предохранены от опаснейшего состояния. Иначе им не миновать духа превозношения, который тотчас прекратит к ним всякий доступ к света Господне. Превозносящийся священнослужители обыкновенно думают, что самое место, которое он занимает, возвышает его и дает ему внутреннее, как бы по штату, вроде прогонных денег чиновнику, посылаемому куда-либо начальством, от Бога, все соответствующее его положению священнослужителя. Но не место красит человека, а человек место. Быть может, нигде так не оправдывается эта пословица, как для рукоположенного в какую-либо иерархическую степень священнослужителя. «Если тебе кажется, что, принимая настоятельство над народом, ты восходишь снизу, ввысь, великую, то горе тебе за такую дерзость, горе тебе по причине крайнего невежества твоего». Святой Симеон Новый Богослов. Рукополагаются священнослужители и недостойные. Тогда может возникнуть вопрос, действительно ли таинство, совершаемое недостойным церковнослужителем? Вот что говорит святой Иоанн Златоуст. «Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже недостойных?» Всех Бог не рукополагает, но через всех, то есть правильно рукоположенных по чину иерархического священства, сам Он действует, хотя бы они были недостойны для спасения народа. 11.7.6.8. «Действует Господь, конечно, в таинствах. В личной же жизни, как и все христиане, священнослужители остаются свободен. И потому в полной мере может оправдать все слова апостола кефейским пресвитерам. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Но не только говорить, но, как видим в жизни, и поступать отвратительно, внося в жизнь общины не пример добродетели, а всяческое начало пороков». Заканчивая главу о двух родах священников Церкви Христовой, по чину царя Мельфиседека, избранников Божьих от Утробу Матери, их насвидетельство верное, и канонически рукоположных по выбору от народа или по назначению от иерархов церковных начальников, как практикуется в более поздние времена Церкви, необходимо обратить внимание на то, что у иерархического священства, в противоположность апостольскому времени и приблизительно к трём первым векам христианства, чрезвычайно затемнено сознание о своём истинном происхождении и духовном значении Церкви. Если кое-что из иерархического священства и кое-когда и высказывает по этим важнейшим вопросам Церкви правильное суждение, в следующей главе мы приведём пример такого суждения, то только если можно так выразиться в частном порядке, не получающем широкого распространения. Но эта духовная правильность суждения немногих совершенно подавлена и даже раздавлена торжествующим хором противоположных суждений, претендующих на церковную истину. Такими истинами пестрят догматические богословия, рекомендованные во все учебные заведения, семинарские и светские. Вот типичнейшие образцы таких истин. Поставлением званий пресвитера и пископа не есть дело человеческое. Сам Дух поставляет людей пости Церковь. Пока Христос оставался на земле, он сам был епископом, и апостолы были пресвитерами-проповедниками. Господь дал власть рукополагать и совершать таинства апостолам и их определённым преемникам, но отнюдь не всем христианам. Православное догматическое богословие Филарета. Через епископов в особенности продолжается в Церкви служение апостольское. Рукоположение епископов как преемников апостолов продолжится до скончания века. Теперь спросим. Если епископ и суть истинные полномочные преемники апостолов продолжать апостольское служение, поставленное Духом Святым, значит избранное и руководимое Духом Святым на это служение, то каким образом великие отцы Церкви в самых резких выражениях постоянно свидетельствуют о поразительной немощности современных им епископов, канонически рукоположенных, причём вовсе не имеют в виду того или иного епископа, то есть не называют поименно, а говорят вообще об епископских грехах своего времени. Письмо к епископам святого Григория Богослова. Вы, приносящие бескровные жертвы, достославные приставники душ, вы, которые восседаете на знаменитых престолах, превознесены, а в делах внутреннего благочестия не отличаетесь от прочих. Говорите с вашестью о том, что делаете слишком легкомысленно. Было время, что с Ей великое тело Христово было народом совершенным, а что ныне смешно то видеть. Всем отверт вход в незапертую дверь, то есть к сану епископа. Приходите сюда утусневшие, винопийцы, одевающиеся пышно, обидчики, снедающие народ, стецы перед сильными, двоедушные, рабы переменчивого времени. Приходите смело, для всех готов широкий престол. Все толпитесь около божественной трапезы, и теснясь, и тесня других. Если ты силен, гони другого, несмотря на то, что он совершен, много трудился на престоле, престарел, изможден плотью. Кто смотрит на вас, тот пойдет противоположной стезей. И это единственная польза от вашей испорченности. Святой Иоанн Затаустом 1, страница 437. Что может быть беззаконнее, когда люди негодные, исполненные множество пороков, получают честь за то, за что не следовало бы позволить им переступать церковного порога. За это они возводятся в священное достоинство. Коринфян нерукоположенных апостолов обвиняют в бесчисленных преступлениях, однако хвалят за ревность. Но того, что он хвалит в Коринфянах, никто не заметит даже и в учителях, рукоположенных нашего времени. Ными грехами страдают начальники церкви. Правильно живущие удаляются от нас, как общество чуждого им и враждебного, а не родственного. Беззаконники же, обремененные тысячи преступлений в торги из церковь, откупщики, сделались настоятелями. Это бесчиня получило некоторый законный вид и особенно распространяется. Если кто согрешил и обвиняется, то такой старается не о том, чтобы доказать свою невинность, а о том, чтобы найти сообщников для своих преступлений. Иначе сказать, создается круговая порука нечестия. Святого Василия Великого, толковая на пророка Исаию, глава 3, 6, 7. «Да не будет всего в рассуждении начальств церковных. Боюсь, что в настоящее время иные и не облегшиеся во Христа, и во утробы щедрот, если кто пригласит, не откажутся, а если никто не пригласит, во множестве будут стесняться, и окажется много самопоставленных соискателей власти, гоняющихся за настоящим блеском и непредвидящих будущего суда». Святой Симеон Новый Богослов, XI век, гимн, глава 50. «Из епископов есть многие из немногих, которые высоки и смиренны худым и противным смирением, которые гоняются за славой человеческой, превозносятся над всеми внизу сидящими. И Творца всех презирают, как нищего и презренного бедняка. Незванно входят внутрь Христово святилища, вступают без хитона благодать и Духа Святого, который они никоим образом не восприяли. Входя же, они показывают себя близкими Христу лицами. Дерзко и самонадеянно они прикасаются к божественным тайнам». Вот что говорят истинные преемники апостолов, свидетели верные, тайно избранные на это свидетельство от утробы Матери своей Христом, говорят о канонически рукоположенных священнослужителях своего времени. Каким образом можно было бы в апостольские времена, чтобы одни апостолы, апостольские мужи, пророки и учителя могли бы так и в таких выражениях говорить о других апостолах, пророках и учителях? Тогда бы, значит, и Церковь Христова разделилась бы духовно. Дух Святой разделился бы сам в себе, ибо одни им поставленные руководимые признавали бы негодными других им поставленных и руководимых. Если бы церковным начальникам и иерархам надлежало бы быть действительно духовными, какими были всегда апостолы, пророки и учителя, то как можно было бы по выражению святого Василия Великого втесняться, то есть всячески неблаговидными способами достигать рукоположения? Невозможно втистаться в апостолы, пророки и учителя, а в епископах, оказывается, можно. Только душевные способны были на такие поступки, какие читаем мы об епископах в истории. Может ли, не говорим духовно, а только благозавеющей перед духовностью, представить себе, что апостол Павел или Франциск, Осийский или Тихон Задонский способны были, подобно папе Григорию VII, предписать императору целовать свою туфлю, или, подобно папе Иннокентию IV, подписать буллу о введении пыток при расследовании ересей, или, подобно Никону, патриарху московскому, ссориться из-за власти при обладании в государстве царем, или, подобно московскому митрополиту Филарету, изощренно оправдывать телесные наказания? Итак, вот внутреннее отличие священников по чинам Эльфиседека от иерархических священнослужителей. Первые духовных, вторые душевных. Как исключение, среди них святые, то есть те же духовные. Так называемые священные степени иерархического строя, епископ, пресвитер, диакон, различаясь внешней властью и кругом обязанностей, нисколько не возвышают одного служителя перед другими духовно. Диакон может быть духовным, а епископ, то есть пресвитер из той же церкви, нет, и обратно. Одним словом, духовность нисколько не зависит от сана. Власть епископов не духовная, как мы характеризовали духовную власть, а дисциплинарная, каковой ни Христос, ни апостол никогда не имели, потому что не хотели иметь. Единственная духовная власть, которую имеют священнослужители, право разрешать грехи, прощать, и право не разрешать грехи, вязать духовно. Они получают, как полномочия от народа, то есть всего собора церкви, всех их членов, целокупно. И во всей церкви даровано это право от Христа. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Но необходимо сказать, что эта власть не только чрезвычайно ответственна, но и не вполне ясна. Неясность ее заключается в таинственности последствий ее применения. Будет связано на небе. Чтобы действительно пользоваться какой-либо властью, нужно, чтобы разум властвующего отдавал себе точный отчет, к чему ведет действие его власти. С этой стороны, насколько понятно и желанно для разума христианина, разум христианина на основном на завете Христа, любите друг друга, последствия прощения грехов, будет прощена на небе. Настолько непонятно и тяжко сердцу указание на следствие непрощения будет связано на небе. Что это значит? Церковь земная не знает, ибо жизнь церкви потусторонней, с особой тщательностью скрыта от сознания живущих на земле. Мы даже не знаем, угодно ли Богу, чтобы мы кого-либо из братьев связывали, не прощали всегда грехов. Указано только на последствия. Будет связано и на небе. Так же и в Евангелии от Иоанна. На ком оставите грехи, на том и останутся. Мучительность сомнения возрастает, если обратим внимание на то, что сказано в Евангелии от Матфея немногими строками выше цитированного нами текста о прощении и непрощении. Именно. Нет воли Отца нашего Небесного, что погиб один из малых стих, и тут же как бы особенно подчеркнуто, что если пропадет одна овца из стада, то необходимо оставить 99 овец и искать одну овцу. Вызывая положение на небе, будет связано на небе, если свяжем на земле, мы не знаем, не способствует ли это положение гибели непрощенного. Поэтому невольно приходит мысль на сердце. Не сказано ли о непрощении грехов для того, чтобы предупредить церковь о тяжелом следствии этого непрощения. И чтобы всегда разрешая и никогда не связывая, церковь таким образом последнее решение предоставляла бы Богу. Итак, священнослужители, получая право от церкви, разрешать грехи и их не разрешать, вернее, привязываются к милосердию, чем к применению права не разрешать. Епископы, как мы сказали раньше, призваны охранять истинные веры. Обязанность их указана в апостольском завещании. Храни то, что получил, ничего не прибавляя и ничего не убавляя. Они получили записанную истину, изложенную в формулах догматах. Эту истину, зафиксированную в точных словах, можно было бы сказать не живую истину, ибо духовная истина откровенная, не может иметь словесного выражения. Будучи открываема на нечеловеческом языке Божией премудрости, слышал глаголы, которые пересказать нельзя. Иерархия их хранит. Следует заметить, что охранение истины христианской от возможности извращения ее в основном учения в оплощении Сына Божия, как было в первые века церкви, когда черные вихри свирепствовали в церкви и разделяли ее. В настоящее время, время длящиеся после свенских соборов, не представляет особых трудностей, что свидетельствует с отсутствием необходимости в новых догматах. Догматы возникали как противоположение ересям. Причину этого исчезновения опаснейших ересей открыть нетрудно. Виновник ересей ныне всецело поглощен главнейшим своим занятием церкви – угошением любви. Оставляя как бы в покое истинной веры, не вдохновляя своих сынов на великие их извращения, дьявол усыпляет церковь в сознании и ею своего благополучия. Между тем зверь, то есть материализм, в тиши совершает свое убийственное дело. При возрастающем материалистическом состоянии церкви любовь постепенно как бы сама собой исчезает. Что касается не злых ересей второго тысячелетия церкви, начиная, скажем, с вальденцев и альбигойцев на Западе и кончая нашими духоворами, ересей, которые возникли от мучительного неудовлетворения обычной внутренней церковной жизнью, недуховной и безлюбовной, то иерархи стараются искоренить эти ереси государственными методами воздействия, то есть насилием материальным. Их ученые проповеди также не имеют никакого успеха, так как против подобных ересей нужна проповедь любви, а не сухая схоластика. Такая же, хотя в данном случае и не злая, но бессмысленная борьба ведется иерархическим священством с атеистами. С атеистами споря старается им доказать словешно истину. Лежитем атеизм родился не из уклонения от истины, а от омертвения церкви, от превращения церковного общества в недуховное сборище нелюбящих друг друга людей. Напрасно думать, что иерархическое священство лишь после вселенских соборов разучилось бороться с ересами. Нет. Оно и всегда было беспомощно. И именно из его среды явились главные ереси архи. Из вас самих восстанут лютые волки. И споры священнослужителей чрезвычайно раздували зачинавшийся пламень ереси. От разных толков орианства пламень перекидывался к нестарианству, от нестарианства к естихианству и так далее. И вовсе не епископы прекращали дальнейшее распространение ересей, как им теперь это кажется. Из нас епископов главным образом составлялись соборы. Не они, а те избранники Божьи, которые Господь посылал в церковь. Вот кто были победителями ересей в церкви. Вот что считаем в житии святого Кирилла Иерусалимского. По Божьему изволению в местах особенно пораженных ересей являются великие святильники, церкви, вооруженные силой веры и знания, и в жизни и в творениях истинные учители и пастыри. Каждый из них силой истины своего дарования, данного ему Богом и примером своей жизни. Ограждав свою паству от нападения орианы, был один в состоянии сохранить данную ему церковь. Православная Галлия обязана была своим существованием святому Иларию, Египет святому Афанасию. Малая Азия дала трех великих учителей. Василия Ериков, Григория Богослова, Григория Низского. Соборы, окончательно отвергавшие ереси, всегда были послушны святым мужам, избранникам Божиим. Там, где таких мужей не было, соборы часто блуждали во мраке. Оттого и было много так называемых разбойничьих соборов. На всех соборах заседало множество епископов, на эти названные преемники апостолов, а отнюдь не могли защитить истину, если Господь не посылал на соборы своих свидетелей верных, избранников по чину Мельхиседека. Особое внимание необходимо обратить на то, что дух пророчества в Церкви иерархическим священством, если не угашен, ибо угасить нельзя огонь Духа Святого в Церкви Христовой, то и умолен, задержан, можно выразиться так, взят под подозрение иерархическим священством, а объявляется противоречащим смирению. Причина этому следующая. Иерархическое священство, как мы и изъясняли, утвердилось в Церкви, было призвано Духом Святым занять главенствующее место в устроении церковном, когда наплыв в Церковь лжеапостолов, лжепророков, лжеучителей поставил под угрозу важнейшее истинное христианство. Откровения почти перестали различать от лжеоткровений. Тогда поставлено было во главу угла откровения записанное, то есть, что передано было от ранних апостолов, учителей, пророков и всегда признавалось бесспорным. Эту истину и стало охранять иерархическое священство. А они и повели борьбу со всеми, кто ссылался на откровения, пророчества, внушение Духа Святого, не прежнее апостольское, всем известно, а на новое, личное, данное живому лицу. Поэтому, хотя свидетели верные, святые и продолжали получать откровения и не переставали пророчествовать, их слово подвергалось цензуре священнической иерархии по преимуществу душевной, а не духовной. И потому, если принималось это слово, то как бы с опаской не заразил бы малых всех опять какой-нибудь монтанистический дух. Отсюда признание свидетелей верных через сто с лишним лет после смерти, канонизации, когда и слово их становилось как бы консервированной истиной, не свободно льющейся живой речью, а давно записанной на бумаге законной словесную ограду. В конце концов, ревнуя о своем служении охранять истину, иерархическое священство стало накладывать в свое вето, запрет, и на пророчества евангельские на апокалипсис святого Иоанна Богослова. Пророчество не то, что отвергается, а оттолкуется, так сказать, в безопасную сторону. О задаче иерархического священства хранить церковь от лжепророчеств, и об истинном пророчестве можно сказать следующее. Иерархическое священство по душевности своего состояния должно прежде всего соблюдать чрезвычайную скромность и не впадать в превозношение, думая, что оно призвано толковать евангельские истины такого рода, которые разуметь ему не дано. Смиренному иерарху Господь всегда поможет в разумении данной ему задачи. Превозносящегося священнослужителя с радостью объемнет дух антихристов и сажает его на престол в лжепастерство. То же самое следует сказать и о призвании иерархического священства учительствовать в церкви. Не имея Духа Святого, чтобы просвещать души людей благодатно, иерархическое священство просвещение отождествляется образованностью, проповедью, методами мира сего, то есть учености. Этими методами создано десятка-два так называемых богословских наук, которые усердно, часто в зубрежку, преподаются в училищах, подготавливающих будущих священников. Образованность такого рода немало не способствует духовности, внутренней просвещенности духом святым, напротив, часто иссушает сердце. Поэтому, как это, впрочем, давно всеми признано, что быть хорошим священнослужителем вовсе не нужно получать семинарского образования. Можно быть и медиком, и юристом, и кем угодно, но иметь расположение сердечное, как указание Духа Святого к священническому служению. Мы не возражаем здесь против образованности, только предполагаем, что излишняя богословская нагруженность — это надутая гордыня схоластики, по выражению святого Франциска Осийского, скорее вредит малым сиим, чем способствует Духу истинной любви. Рассуждение ученого-священника Самвона может назваться христианским учительством только в том случае, если получающий, имеет духовный дар — учительство. И если он его не имеет, то лучше вообще воздержаться от такого учительства, а помогать ближнему примером доброй жизни. Как понять, что иерархическое священство, и само убеждено, конечно, не все, и народ церковный уверяет, что оно наделено духовными дарами — учить, пастырствовать. Происходит это от того, что иерархическое священство уже очень давно, приблизительно с века Ястиниана, 6 века, перестало разуметь, что христианин значит внутренне помазанный, то есть имеющий руководство Духа Святого, отсюда и понятие «духовный». И таковым делает человека только сам Дух Святой, который дышит где хочет, и никакой священный чин не может постигать на это руководство, как на особую принадлежность своего сана. Это значило бы регулировать свободу Духа Святого. Таинство благодатно способствует, но не преобразует из душевных в духовные. Церковный язык выражает это так. Таинство действительно, но может быть недейственным. Другими словами, человек недостойный, хотя и получает через таинство благодать Святого Духа, но непрерывно отталкивает ее от себя, не может пользоваться благодатью, а ходит вне ее. Таинство священства благодатно способствует каждому рукоположному скромно служить Церкви в меру сил и способностей, дарованных ему от Бога. Но может и не способствовать, если рукоположный не имеет расположения в сердце к приятию Божьей благодати. Преследуем ли мы какие-либо реформаторские цели, рассматривая трудные вопросы Церкви и печались о несовершенствах иерархического строя? Никаких. В Церкви невозможна никакая реформация, и никакие внешние перемены и переустройства не могут привести ее к совершенному порядку. Члены Церкви, сами внутренне преображаясь, подвигают и устроение Церкви к более совершенному. Тот или иной строй Церкви органически вырастает из жизни всех ее братьев. Очищение Церкви, как указано в Откровении Святого Иоанна, возможно только при ее страданиях. Но и страдания могут ни к чему не привести, только к еще большей сложной запутанности церковного пути. Но глава Церкви Христос, и это тоже сказано в Откровении, имеет попечение о своей Церкви. И в свое время наступит очищение разрушения великой блудницы, которая послужит ее святому переустройству. Это утешительное пророчество каждый верующий имеет в сердце в своем, как оживляющий свет в тяжкой действительности. Когда наступит время преображения Церкви, то благодатные силы Духа Святого, харизмы сотворят все то, как бы новое явится само собой. До тех пор нам необходимо подчиняться современному строю Церкви. На великом терпении и смирении святых, конечно, все понимающих изиждется Церковь, ее непоколебимость – внутренний адамант. «Если иерарх никуда не годен, то будь послушен ему как труп. Завет величайшего святого, жившего во времена величайшего бесчестия иерарха». Иерархии. Бог победит! Церковь душевноподобная. Жена убежала в пустыню. Откровение 12.6. В нескольких главах нам приходилось уже говорить о различных духовных состояниях Церкви. Таких состояний с соответственным устроением наблюдается три. Первое, как мы назвали его огненная Церковь, было первоначальное бытие, вернее сказать, инобытие христиан. Когда все имели одно сердце и одну душу, и великая благодать была на всех их. Великое гонение после убийства первомученика Стефана и всеобщее рассеяние явилось началом второго состояния Церкви. Мы назвали его благодатным временем. Длилось оно во все время жизни апостолов. Тогда среди сленок Церкви, как старшие братья были апостолы, пророки, учителя и вообще духовные, имеющие полноту Духа Святого, иначе рожденные свыше, то есть те, каким апостол Павел обращался в послании к галатам. Если впадет человек в какое-то грешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости. В огненной Церкви все были духовными. Церковь некогда была народом совершенным. Святой Григорий Богослов. Теперь же, кроме духовных, оказалось много душевных, которым надлежало переродиться в духовных. Но Церковь еще была полна сознания целей христианства. И потому все силы старших братьев были направлены на помощь еще не родившимся свыше, преуспеть в этом труде. Начавшееся затемнение духовенства у огромного большинства членов Церкви, все большая и большая трудность разумения целей христианства, рождения свыше, характеризует наступившее третье состояние. Еще в следующие два столетия, отчасти четвертая, в котором жили три великих отца Церкви, духовность еще светится, не вполне угасла. Но уже горчайшие обличения служителей Церкви этими отцами говорят о глубоких внутренних переменах. Свидетельство святого Симеона Нового Богослова в XI веке и в XIX веке святого Серафима Шаровского дает возможность усыновить главное отличие третьего состояния Церкви. Утрата сознания, что цель христианства – рождение свыше. По слову святого Серафима «Стяжание Духа Святого». Духовные при этом состоянии Церкви являются как некое исключение. Они даже не именуются духовными. Благочестивый люд называет их людьми Божиими, праведниками. По общераспространенному мнению, святые, то есть люди, канонизированные после смерти, при жизни были угодниками Божьими за свои особые труды, удостоившиеся от Господа особых наград. Устроением этой Церкви является несвободное общение любящих, как прежде, а послушание членов Церкви, строго проведенной иерархической власти. Смирение и терпение святых дают, можно сказать, тон всему этому длительному состоянию Церкви, поскольку она жива. Постепенно же она материализуется и мертвеет. Под властью зверя Причина неспособности Церкви рождать духовных, осуществлять цель христианства кроется в недостатке любви, в охлаждении ее сердечной деятельности. Только любя друг друга, члены Церкви помогают, или точнее дают возможность друг другу осуществлять христианство. Без общей любовной поддержки никто не в состоянии возрастать в меру возраста Христова. Все как бы схованы, с холодом и не выходят из детского или отроческого состояния. Церковь не животворится, не возрастают святые храмы в Господе. В каком же состоянии находятся члены Церкви? Они почти бессильны борося с ядами мира сего, бесконечной сложностью и очень тонкого и очень грубого зла. И человек снова втягивается в могущественный процесс созидания Царства Земного. Весь уходит в интересы мира сего, в ревущую, стонущую, сверкающую и вертящуюся жизнь. Как бы вырываясь иногда из потока своих стремлений, христианин приходит в храм, где встречается с братьями во Христе. Но братьями ли мы встречаемся в храме или с светскими знакомыми? Без сердечного общения со всеми молящимися в храме почти нет общения с Богом. В этом собрании людей мучительно трудно назвать его церковью. Человек брошен на самого себя, одинок. Самое страшное, в обществе мало о любовном словеет и благодать Божия, становится как бы бездействием, церковное выражение «действительно, но недейственно». Одиночество порождает мстительные мысли, зависть, ненависть. Куда при таком общении деться человеку, которого постигло горе? Где ему искать сердечные милостыни? Все здесь, все боятся чужой беды. На каждом перекрестке бездушных улиц стережет отчаяние. Праведник в нелюбовном обществе томится, тоскует о правде, но никто не понимает его, ибо все заняты созиданием вещей и своим, и общим внешним благоустройством. Сила праведника уходит на то, чтобы пытаться, но никогда не быть в состоянии победить всеобщее равнодушие. И праведность постепенно как бы угасает. Плевелы, которым дожат, выдается свобода произрастать невозбранно, прорастают в пшеницу и, по видимости, губят ее. Сказано, зверь победит святых. Даже люди, расположенные к праведности, праведные в душе, вместе со всеми увлекаются в водоворот гибели. Разница только в том, что один погибает, одни наслаждаясь, как бы купаясь в похоти, а другие живут, простирая руки к Богу, как из омута, невыразимо страдая за себя и за братьев. Гибель, конечно, нельзя понимать здесь в том традиционном антихристовом определении, которое сделалось сходячим мнением церковно-душевно подобной. Это в рай, эти в рай, эти в ад. Вспомним, что участь ни одной души не решена до страшного суда, и жизнь в церкви, то есть дело духовного становления каждого ее члена, продолжается и в загробном существовании. Здесь, вернее, было бы состояние гибели праведника и столковать в духе пророчества святых отцов, как бы еще не до конца в свое время выраженного. Святые отцы пророчествовали и о последнем роде, спрашивая, что сделали мы? На это отвечал один из них в великой жизни Ава по имени Сирион. Мы сохранили заповеди Божии. Его спросили, а что сделают люди, которые будут жить после нас? Ава отвечал, они сделают половину нашего дела. Его спросили еще, а которые будут жить после них? Они ничего не сделают. Придут на них искушения, и те, которые в то время окажутся стойкими, будут больше нас и отцов наших. К этому пророчеству, казалось бы, следует добавить о временах самых злых. Те окажутся наиболее высокими, кто, погибая, будет мучиться о невозможности быть добрым. В церкви, утратившей любовь, не быть вовлеченным в водоворот страстной жизни, возможно только для тех, кто непрерывно терпит жизненную неудачу во всех, совершенно бессилен, та, что делается, наконец, как бы всеобщим посмешищем, или для тех, кто всю жизнь неизлечимо болен. Все ли имеют такую долю? Кто не имеет, тот в земной жизни не в состоянии осуществить свою праведность. Но, а быть может, праведно настроенным следует избегнуть всеобщего оклинения грехом, отрезав себя от влияния дурного общества, удалиться в пустыню, в затвор. Здесь мы встречаемся с неким соеверным понятием, что угодить Богу можно только особыми личными подвигами, аскетическими или молитвенными, и быть даже прославленным в награду за них от Бога. Повод к такому мнению, очень распространенному в церкви душевноподобной, дало присутствие в ней священников по чину Мельхиседека, тайных избранников Божиих, на служение верное. Они часто именуются здесь угодниками Божиими. Мы говорим о тех святых, которых церковь канонизирует через некоторое время, большей частью продолжительное, после их кончины. Жития этих особых людей обычно исполнены трудных подвигов аскетических и молитвенных. Позднее мы будем много говорить о святых в церкви, убежавших в пустыню. Теперь же только скажем, что теперь явления духовных, а они есть именно духовные, какими были апостолы, пророки, учителя в первоначальной церкви, есть особая милость Божия, чудо милости. Чтобы иметь возможность существовать, быть духовными в церкви, которая не в силах рождать, значит и поддерживать любовью духовных, избранники Божии получают в момент своего призвания на служение особую непреодолимую благодать, то есть Божию силу, защищающую их от падений, или говоря словами святого Андрея Кисарийского, ее толкование на апокалипсис, чтобы не быть побежденными угнетениями свыше их сил. Святые во время искушения восхищаются к Богу и к престолу Его. Дитя восхищено было к Богу и престолу Его на все время пребывания церкви в пустыне. Не подвиги служителей верных, как угодничество Богу, причина явления духовных в церкви, о землянившейся, а только исключительно помощь Бога всей церкви через этих людей, являющих свою силу. Они могут и не иметь никаких особых подвигов аскетических и молитвенных, как не имели их духовно-апостольских времен. Все же дела избранников Божьих, как бы выделяющие их из среды других членов церкви, великая аскеза, молитвенное стояние, столпничество и прочее, это есть служение им с совершенной ясностью каждому свое указанное Духом Святым, полезное или необходимое в то время, в какое они посылаются на служение церковь. Итак, сформулируем. Особые духовные подвиги в церкви Христовой совершают только избранники Божьи по указанию от Духа Святого. А основным же положением является то, что никакими подвигами, выявляющимися из общеустановленных церковных, Богу угодить нельзя. Вообще, понятие «угождать» неприменимо к Богу, угождать может человеку, а не Богу. Бога необходимо любить и потому слушать все его. Напротив, можно отойти от Бога, впасть в лже духовность. Приятие на себя самочинно, без смановения Духа Святого, трудных подвигов, есть отказ от креста в простоте. Крест выпадает на долю, его нельзя даже искать, как и Господь Иисус Христос и апостолы его не искали, и даже молились «да мимо иди чаши сия». Но если крест дан, необходимо принять его в терпение. Говоря о самочинных подвигах, не мешает вспомнить, что появление в церкви самых злых пророчеств во времена послеапостольские сопровождалось именно проповедью чрезвычайных аскетических трудов. Умерщение плоти, расторжение браков, обязательного раздела преимуществ – все это, конечно, для возбуждения экстатического состояния в народе, иначе для состояния удобного вселения дьявола в человека. Первым епископам II века пришлось немало бороться с этими несчастными для церкви течениями в народе. Однако впоследствии иерархическая церковь утратила ясные представления о том, что подвижничество не есть угодничество Богу, а только служение, указанное Духом Святым, особым избранником Божиим. Вследствие утраты истинного духовного сознания помрачилось в понятии о спасении души. Приводим для примера выдержки из печатных лекций в Духовной Академии, готовящей будущих пастырей. В первые века христианства путь спасения для христиан был очень прост и ясен. Гонения на христиан были часты. Стоило только жаждущему спасения выйти на площадь и объявить себя христианином, чтобы подвергнуться мукам. Подвиг спасения был очевиден, и вине Царства Небесного достигался скоро. Такого рода мысли о христианском спасении можно принять почти за насмешку над духом христианства. А между тем они очень распространены почти типичными для современного церковного сознания. Возможно, не только при полной утрате понятия о цели христианской жизни, на что и указал Серафим Саровский Матавилову. Вы ко многим великим духовным особам обращались, и никто не сказал вам, в чем цель христианской жизни. Мученичество, как и подвижничество, есть служение, особо указанное Духом Святым данному человеку. Так Игнатий Богоносец чувствовал желание быть растерзанным дикими зверями на арене цирка. Но мученичество, как соискание скорого спасения души, отнюдь не есть путь для каждого христианина. Никто из святых в периоды гонений не искал мученичества, а только принимал как крест. Например, святой епископ Киприян удалился в безопасное место и оттуда управлял епархией. Следующий гонений был казнен. Типична та же легенда об апостоле Петре. Он уходил из Рима, спасаясь от гонений. Но ему было видение Христа с указанием принять крест, и он вернулся в Рим, чтобы пострадать. Мученики и мученицы, объявлявшие себя христианами, делали это во славу Христа, а не для того, чтобы казни, скорее спасти душу. Жизнь христианина священна. Искать смерти, как венца, противоречит Духу Божию. Страдания принимаются, крест, но не самочинно налагаются на себя языческое умилостивление богов. Христианство знает только одну драгоценную Христову истину. Сердце сострадающее, милующее, любящее. Милости хочу, а не жертвы. Среди страшных всеобщих падений в сердцах Христовы продолжают гореть никому неведомые и как бы бессильные. И они есть залог всеобщего спасения и восстановления добра. Ибо никогда не хотят спастись одни, а только со всеми вместе. А спасение всех бескончаемого пьют к Богу. Только эти сердца знаменны, что церковь христианская на земле не погибла и никогда не погибнет. Напротив, вернется к совершенству. Как трудно распознаваемы эти лучшие христовые друзья, сколь незаметные дни, рассказывают следующий случай из жизни одного из прославленнейших священников по чину Малехиседека Макария Великого. Этот святой воскрешал мертвых, мог сорок дней стоять в углу келья, не вкушая пищи, и еще многое совершал из видимых дивных дел. Но когда однажды помысл превозношения стало смущать его, Голос Божий сказал, чтобы он шел в один город, где ему будут показаны люди, степени совершенства которых он еще не достиг. И кого же встретил там святой Макарий? Двух простых женщин, имеющих мужей. И все, что они сказали ему о себе, например, мы никого никогда не ссорились, было так мало, что познать тайну их любви и веры может, конечно, только Господь Иисус Христос. Мы говорили о внутреннем состоянии членов церкви, потерявшей способность рождать духовных. Скажем теперь об ее обличии, об устройстве церкви. Если потеряла способность рождать духовных, то перестала и понимать духовное, сделалась душевно подобной. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безумием. И не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Поэтому следует и самое устройство церкви приспособить к данному внутреннему ее состоянию. Действительно, если мы внимательно рассмотрим признаки и отличия церкви апостольского периода и церкви послеапостольских времен, мы увидим существеннейшую перемену. Церковь I века была исполнена духовностью. Если 12 апостолов записывали немного из того, что слышали от Христа при жизни, то гораздо больше говорили неслыханного по внушению Духа Святого. Ибо, конечно, рожденные свыше, светясь огнем Духа Святого, они теперь разумели бесконечно большее, чем при жизни Учителя, так же и все духовные. Самое сокровенное, если можно так выразиться, самое интересное, они говорили устами к устам. То, что осталось от них записанным, было случайно и неполно. Писалось вследствие возникавших в общинах недоразумений. Об этом хорошо выразился первый историк Евсевии, мученик Памфил. Павел не предал письму ничего, кроме весьма кратких сочинений, хотя мог говорить о бесчисленных и таинственных предметах. Что же следует сказать и о прочих апостолах, и всех духовных апостольских времен. Собрания тогдашней церкви были собеседованием людей, имевших духовные дары. Каждый имел. То есть, говоря на нашем скудном языке, собрания эти были исключительно духовным общением в любви Христовой. Таинственны были все духовные проявления. Таинственное узнавание духовных людей народом святым. Следует отметить, как характернейшие черты церкви первоапостольской. Незаметность обрядов, отсутствие регламентации, малое пользование писанным. Все шло по вдохновению. Самое совершение таинств было чрезвычайно простым. Ехали около воды, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп сказал им, если веруешь от всего сердца, то можно. И сказал, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И сошли оба в воду. Филипп и Евнух и крестил его. В начале вечеря любви вкушали трапезу. После трапезы причащались тело и крови Христа. Вероятно, слова Христа примите, едите и прочь, и прочее огненно Духом Святым запечатлевались в сердце каждого при совершении Евхаристии. Все как бы походе, без приготовления, без определенных мест, без заранее принятых инструкций. И это не потому, что не успели еще ввести обряды, не успели регламентироваться, не успели обставить достаточно должно и торжественно таинство. А потому, что, когда церковь горит огнем Духа Святого, все в ней свободно. Где Дух Божий, там свобода. Не вмещается ни в какие рамки регламентации порядка видимого. Когда же церковь по немощности не в состоянии выдержать огонь и получает только благодатную помощь, тогда все входит в тесные границы обрядов, распорядка, чинослужение, и самое таинство совершается не в простоте, а включены строго обдуманные и принятые собором церкви сложные обряды. Церковные служители совершают храмовые службы, составленные и принятые церковью, как бы на все времена. Ничего лишнего, ничего своего. Ничего по вдохновению не допускается на этих службах. Считается нарушением церковной дисциплины и грехом против послушания, введения всего-нибудь, даже малейшего, необычно установленного и давно принятого. Это опасливое бережение всего обычного как нельзя лучше характеризует церковь, утратившую духовную свободу, то есть силу даров Духа Святого. Действительно, послушание каждого члена церкви всему церковному обиходу здесь необходимо, ибо на послушание зиждется церковь, убежавшая в пустыню. Но никакого великого благочестия, как многим кажется, нет в очень строгом соблюдении всего уставного. Напротив, излишняя любовь к обрядам может повести к ущербленности христовой любви, к сугубому служению бедным вещественным началам. Поэтому, хотя и необходимое, послушание верных сынов церкви Христовой бывает здесь иногда очень мучительным, когда наперекор сердцу приходится подчиняться порядкам, заводимым и поддерживаемым страстными поклонниками вещественных начал. Насколько некоторые из принятых не обрядов, а условности церкви бывают в противоречии не только с апостольским преданием, но и явным указанием Духа Святого, можно видеть в употреблении при богослужении мертвых языков у православных церковно-славянского, у католиков латинского, которых почти никто не понимает. Все издания творений святых отцов, изложенные на прекрасном русском языке, бессмысленно испещрены славянскими текстами священного писания, как будто священное писание необходимо цитировать, вероятно, от этого оно делается «святее» на древнем языке. Заметим, что употребление в церкви непонятного для большинства народа языка есть прямое противоречие свидетельству Духа Святого. В день его сошествия, пятидесятницы, апостол заговорили на всех языках и на речиях, чтобы по воле Божией милосердно обратиться и быть понятными каждым человеком. Собрание иерархической церкви, вне церковной службы, для обсуждения какого-нибудь богословского вопроса или еще по какому-нибудь поводу, конечно, менее всего походит на собрание древней екклезии. Самым обыкновенным собранием самых светских обществ уподобляется собрание христиан церкви душевноподобной. Духовные дары для нее предмет не только непонятный, но как бы никогда не существовавший. Многим кажется, что дар мудрости – что-то вроде философии. Дар знания – это наука. Дар языков – хорошая способность к изучению иностранных языков. По самому положению вещей, откровения, харизма, явления духовного дара не соответствуют душевноподобному состоянию церкви, убежавшей в пустыню. Кто здесь может определить, духовный ли то дар, харизма или дьяволово наваждение? Места, первенствующие в церкви, теперь занимают люди, не посланные Богом таинственно, как апостольские мужи, пророки, учителя, все духовные, и не узнаются народом по благодатному вдохновению, а выбираются на общих собраниях в церкви с большой процедурой, как мы цитировали в предыдущей главе «Наказ о выборах апостола Петра». Позже это выборное начало как бы упраздняется. Высшей членой церкви в собрании или иногда единолично, иногда даже не иерархи, а цари, назначают с давних времен бессогласия народа архиереев, а эти последние тоже бессогласия народа, священников и диаконов. После назначения происходит чин посвящения в каждый сан особо с определенно строго выработанным ритуалом. Мужам и этим, епископам, пресвитерам, диаконам, присваивается обязанность хранить в чистоте записанное Христово учение, совершать таинство, звать народ к покаянию, блести внешний порядок, блести внутренний порядок в церкви, любовь, дано только имеющим полноту Духа Святого. Однако же не владычествовать над Божиим наследием, а подавать пример стаду. Епископов и священников принято именовать пастырями. Это недоразумение. Пастырями бывают только особо Богом избранные люди. Такими были апостолы, пророки, учителя, вообще духовные. Чтобы быть пастырем, необходимо иметь дар пастырства. Пастырство есть дело многоспасительное, как завершение любви, говорит Симеон Новый Богослов. Не следует всякому браться за Него. Некоторые епископы и священники имеют дар пастырства. Но пастырство отнюдь не может быть присвоено священству, как учреждению. Дар Духа Святого есть всегда личный дар. Вероятно, безразличное присвоение всем епископам и священникам имени пастырей произошло вследствие забвения в церкви, душевноподобной, самого понятия пастырства. Невольно на эту мысль наводят, например, странное именование архиереев архипастырями. Оно звучит так же, как архиапостол или архиедуховный, то есть как бессмыслица. Ведь Христос называл Себя только пастырем. Что важнейшее понятие христианства среди иерархического священства становится с течением времени совершенно пустыми, то есть вырождается, доказывает слово «духовный». Когда в апостольское время произносилось «духовный», то это означало, что перед церковью предстоит апостол, учитель, пророк, вообще имеющий духовное совершенство. Теперь же на языке церковнослужителей духовным обозначается всякий принадлежащий кейс званий и сословий, то есть нечто общее, безличное. Говорят, это из духовного звания, потому что она дочь священника, или этот из духовных, сын дичка. Характерно, по безличию и названию всех церковных служителей, духовенством. Конечно, в обществе, понимающем, что оно такое, высокие понятия не употребляются несоответственно. Напрасно думать, что это некоторая прометчивость, ничего не значащее словоговорение. Нет. Это истинное свидетельство об утрате духа. Мы уже говорили, что в церкви иерархического строя все члены ее, как иерархи, так и священники, так и миряне, духовно немощны, если только не являются избранниками Божьими, как святой Тихон Задонский, святая Ильяне, Лазаревская и другие. Поэтому при смиренном чувстве своего недостоинства, при трезвой жизни, сравнительно с страстной, житейской, и при старании любовно относиться ко всем, и к своим, и к чужим, священнослужители различных санов могут достойно исполнять то, сравнительно немногое, к чему они призваны. При тенденции к большому властвованию, чем выше саны, чем больше наград земного порядка, тем все величавее и дальше от простоты. При нечувствии своей большой ответственности, на словах многие ссылаются на свою ответственность, а особенности при наложении наказаний, при недостатке любви, священство в церкви иерархического строя становится как бы несчастьем церкви. Послушание. Священство не апостольское, в церкви христианской есть учреждение немощное, вследствие немощности самой церкви, потерявшей способность рождать духовных. Но священство это утверждено Духом Святым, как мы говорили, в возрасте святого Игнатия Богоносца. Держитесь епископов, пресвитеров, диаконов. Поэтому ему необходимо повиноваться, всегда быть в послушании, даже когда в своей немощности и иерархии доходят до чрезвычайного недостоинства, до безобразия, как был, например, во времена Лютера, корыстная продажа, отпущение грехов. Истинное положение церкви требует, чтобы голосом всего и народа, общим собранием, всякий нечестиво поступающий священнослужитель был удален. Но если правящая иерархия отстраняет народ от совместного с ней управления церковью, как управляли совместно с народом святые епископы первых столетий, например, Киприян, который ничего не предпринимал без совещания с паствой, то хотя правящая иерархия и превышает свою власть, все-таки остается законной иерархией. Ибо при всеобщем духовном упадке народ не имеет духовной силы вернуть церковь к правильному строю. И всякий конфликт с иерархией поведет к бунту, распаду, реформации, чего как актов насилия церковь Христова не терпит в своих недрах. Поэтому церковь при злоупотреблении в иерархии вступает в положение, которое пророчески определяется так «Копится гнев Божий на день гнева, когда мучительно тяжелеет крест верных, сердца терзаются неправдой, которую должны переносить безгласно, и соблазняются малые сии, усматривая в делах высокопоставленных оправдание своим неправедностям». Уйти из церкви некуда. Кто думает, что уходя от нечестивых начальников только им не повинуется, в действительности не хочет быть в церкви со всеми, прежде всего со Христом. Ибо здесь дал за терпение Божие крест терпения. Кто не несет его, меня не достоин. Господь сам знает, когда прийти, чтобы водворить правду. Ушедший из церкви впадает в некую самоуверенность, и заблудившись, связь с главой потеряна, уходит все дальше и дальше от истин, благодатно хранимых в церкви. Например, теряет помощь таинств, ибо искажает их. При этом каждый заблуждается по-своему. Литер отложился от католической иерархии, и тем обрек всех своих последователей на жизнь вне церкви. Теперь мы наблюдаем, на какие дремучие тропинки забрели многие протестанты в поисках будто бы истины учения. Правильное учение всегда хранится благодатно в церкви. Протестантам надлежит вернуться в церковь. Только в церкви возможно преображение, возврат к совершенному состоянию. В церковь вернется младенец мужеского пола, как всадник на белом коне, а живет святая жизнь, пророчицы от откровения святого Иоанна. Словесть иерарха Понимают ли лучшие представители иерархического священства, что они не суть духовные водители стада Христова? Конечно, понимают, но очень немногие. Вот свидетельство такого рода. В начале XIX века один изумительный государственный деятель, Спиранский, его двухлетний генерал-губернаторства в Сибири, образ действия святого христианского правителя, в письме к архиепископу, позднее экзарху Грузии, Феофилакту, удивлялся, что священнослужители любят спорить с атеистами и не занимаются главным своим делом перерождением внешнего человека в духовного. Пояснение. Следует отметить, что Спиранского ненавидели все ревнители законнического благочестия, лжепостники, лжесвятые, которые в это время уже всецело завладели православной церковью, которые ненавидели бы, конечно, и святого Серафима Саровского, если бы Господь не скрыл его от внимания сильных в дремучих лесах Саровских. Эта жгучая неприемлемость со стороны высокопоставленных иерархов сказала через 75 лет при обсуждении канонизации святого Серафима. Только крайне настойчивость императора Николая II заставила Синод уступить. Священная клика ослаяла Спиранского как подозрительного духолюбца, наложила на него клеймо иересе поклонника. Между тем, достаточно прочитать некоторые письма Спиранского к дочери, как перед нами восстанет образ доброго, милосердного христианина и прекрасного сына церкви. Как все легко с любовью, как тяжело без нее. Нынче я говею, как бы желал я говеть непрерывно, и что мне весьма горько, и я чувствую, что мог бы говеть непрерывно. Не только душа моя, но и само тело мое к тому способно. Другим надо бы с ним бороться, у меня она кроткая, всегда почти покорна, как дитя, писал он. Письма Спиранского. Вот что, ответил ему иерарх церкви, весьма справедливо о внешнем и внутреннем пути христианина. Но внешнему человеку не дано ведать и тайна, таинства царства Божия, то есть занятый суетами мира и потребностями жизни, человек внутреннего мира не постигает и таковых людей большая часть в свете или почти весь род человеческий. Божество сообщалось всегда токмос светоспособными, поручало им и принятый ими свет проливать на прочие состояния людей по удобу приемлемости каждого. Кто же сие избранные, светоносные особы? Одни ли поставленные для обрядового богослужения или внутренние поклонники на сие истые свыше призываемые, может быть, без различия общежительных состояний? И Иоффе между поклонниками Вадим был духом святыни Божией, а главнейшие противники пророков и Христа, кто были, кто были, как неслужители внешней церкви? Какой смысл этого осторожного свидетельства умного иерарха об истинном делании церкви и его времени? То есть вообще времен церкви в пустыне. Он указывает на неспособность священства исполнять цель христианства, содействовать перерождению душевных в духовных. Этому могут содействовать только светоспособные, по его терминологии, или, переводя на язык апостольский, духовные, Богом на сие истые, свыше призываемые, прежде чем говорить о том, какое место занимает светоспособная церкви иерархического порядка. Мы должны изъяснить истинные значения для христианина священного писания и записанного священного предания, которые в этой церкви ставятся, так сказать, во главе угла два крыла большого орла. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она питалась в пустыне известное указанное время. Как говорят, два крыла большого орла священное писание и священное предание, на которых воспитываются члены церкви. Какое значение имеет это воспитание? Можно ли познать истину через преподавание и чтение священного писания и записанного предания? Оно дошло до нас в записанном виде. Единственный путь познания в христианстве это Дух Святой, послан от Отца, запечатлеть в душе каждого христианина истину. Дух Святой таинственно в глубине восприятия каждой души понятным ей образом, языком, раскрывает истину. Нигде и ни от кого не может душа научиться истине, как только от Духа Святого. Слова апостолов, их словесное учение было только видимое и слышимое через посредство внешних чувств человека. Но через апостолов и всех духоносных действует огонь Духа Святого. Он-то и превращает слышимое и мыслимое в живое сердечное знание. Дает человеку такую уверенность в невидимой и непередаваемой на человеческом языке истине, как любящий сын, скажем, уверен в присутствии в его жизни, любящей матери. Эту истину уже никак и никто не будет в состоянии вырвать из его сердца. Может ли человек познать истину через чтение священных книг? Нет, не может, если не будет откровения от Духа Святого. Бывает ли это откровение всем читающим? Нет, не всем. Далеко не всем. Ибо большинство христиан легко отпадает от веры, имея ее по наследству, по привычке, а не сердечно веруя. Тот же, кто получил сердечное знание и откровение, потерять веру не может, ибо она стала кровью его сердца. Принадлежащий к церкви обязан усвоить себе догматы христианские. Что такое догмат и как его можно усвоить? Догмат есть выраженная словесно истина, сокровенное знание, преподанное церковью, собором, как формула. Когда в церкви оказываются люди вследствие охлаждения любви в христовом обществе, не воспринимающие сокровенного знания, что выражается в их положительном отношении ко всякого рода ложеучениям, и число этих людей возрастает, так что заполняет все тело церкви, тогда духоносным ради спасения ближних приходится обратиться к помощи стиля и методов творчества мира сего и начертать на бумаге, сделать как бы видимым то, что доступно только таинственному сердечному восприятию, иначе сказать безграничное сделать ограниченным или воплотить невоплощаемое. поэтому первоначальные творцы догмата и дали это название, производя его от слова догмаз думать, полагать, так же казаться. И слово догмат, означая мнение, положение, заключение, носит в себе как бы признание нетвердости человеческих мыслей, мыслительная способность несостояния охватить божественного откровения знания. Иерархическое священство в своем представлении о значении догмата, так же, как и во всем духовно-христианском, показывает свою недуховность, утверждая, что догмат есть незымливая христианская истина, ее точное выражение. Сам по себе догмат есть нечто непонятное и неубедительное. Как может разум человеческий принять, что распятый Иисус есть Бога-человек, второе лицо Пресвятой Троицы, что есть еще третье лицо Бога-Дух Святой, что Богородица Преснодева. Догмат это не христианское начало, а та доска, за которую должен держаться увлекаемый в хаос лжеучений. Появление в церкви догматов, в особенности их увеличение на соборах, это не спадение христианства в нравственное состояние, в каком находились иудеи, получившие заповеди, написанные на скрижалях. Покрывало лежит на сердце тех, кто верует по догматам. Покрывало снимается, когда обращаются к Господу, то есть стяжают Духа Святого, и истина становится кровью сердца. Догмат принимается как послушание. Церковь иерархическая и держится послушанием. Она повинуется иерархам, блестителям истины, зафиксированной в догматы. Появление новых догматов в церкви, как мы видим из истории Вселенских соборов, не есть новое откровенное знание, а только формулировка того знания, которое существовало в церкви, как тайна сокровенная каждой верующей душе. Причина формулировки всегда одна и та же. Новое распространяемое лжеучение. Святые отцы собирались на собор не для творческой радости создания новых догматов, а с великой тяготой, чувствуя мучительную необходимость опровергнуть в несовершеннейших выражениях стражительно с тем светом истины, который горел в их сердцах, назойливую ложь, выдаваемую за истину. Мы вынужденными нашлись исследовать нечестивое его на истории учения, сказанное в постановлении Третьего Ефесского Вселенского Собора. Церковь не богатеет от появления новых догматов, а духовно нищает не той нищетой, о которой сказано в первой заповеди блаженства обратно, богатеет материально. Церковь, где откровенное знание заменено догматами, и где догматика силится изъяснить при посредстве стиля и методов творчества мира сего божественные тайны, тайны Божии не имеют общего для всех языка, эта церковь является не царственным священством, а обществом малых сих, еще не родившихся во Христе. Пытливость ума, быть может, вернее, игра ума, громоздящего целой библиотеки за библиотеками, будто бы для раскрытия полноты христианского учения, является не более не менее как вторжением церковь творчества мира сего, создающего царство земное, ибо без откровения нельзя раскрыть тайны истины. Святые в церкви долготерпения, дитя восхищенных Богу, Откровение 12.5, появление духовных в церкви, которые не в состоянии сама их рождать и поддерживать любовью, есть, как мы сказали, чудо милости Божьей. Но духовные здесь как бы не родные церкви. Пресвятая Богородица в видении святому Серафиму сказала, указывая своим спутником на святого, этот нашего рода. Явное свидетельство, что наш род в земной церкви тогда был исключением. Между тем, наш род, конечно, род Христов, в церкви нет иного рода. Как же это может быть, чтобы представители рода Христов в церкви стали как исключение. Изобразим это нагляднее, сравнив первоначальную церковь с семьей. Была одна любящая семья, первоначальную церковь. Так друг друга в ней любили все, что и жить друг без друга не могли. Старшие в семье, более опытные в жизни, сострадали, а младших всячески трудились, чтобы помочь им возрасти в свой совершенный возраст. Младшие с великим доверием взирали на старших в семье, любя, проницали светом их совершенство. В церкви последующих времен, которые невозможно сравнить с семьей, вернее, с государством, где есть начальники, подчиненные, где соединение члена вносит характер как бы установившегося законного, привычного порядка, а не любви, Божьим чудом оживают по временам члены той отдаленной, любящей друг друга, семьи и церкви, а они носят на себе печать Божьего избранничества, однако не вовне, не как генеральские лампасы или бриллиантовые панагию, а как внутренний свет. Как же принимает этих людей церковь, убежавшая в пустыню? Она, безусловно, признает их святыми, но лет через сто после их смерти их канонизируют и создают для каждого чин церковного служения, молебна, акафиста и прочее. Смысл канонизации, конечно, ясен. Дать возможность братьям, еще живущим на земле, призывать в трудностях жизни на помощь своих братьев и умерших, о которых стало известно через церковь, что они крепкие в любви. Мы намеренно ограничиваем наше знание святых за гробом их крепостью в любви, ибо ничего не знаем о загробном существовании, кроме того, что живущие на земле вместе с душами умерших составляют одну церковь. Но ведь для членов земной церкви важнее жизнь этих будущих святых среди братьев, а не их загробное прославление. Ведь они воспользуемся, чтобы не быть обвиненными в голословности, суждением о них одного из добрых иерархов, упомянутого выше архиепископа Феофилакта, те светоспособные, которым божество поручило принятый ими свет проливать на прочее состояние людей по удобоприемлемости каждого. И вот надо бы сказать, что отношение к будущим святым при их жизни носит церковь иерархической такой же неопределенный характер, как неопределенное их внешнее место в церкви. Иногда они сияют по всей земле, во всю землю из-за девищания их. Но это редчайшие моменты христианской истории. Святой Сергий Радонежский, святой Бернард Клервовский, Франция, святой Савархиепископ Сербский. Но не так было во времена святого Тихона Задонского, святого Серафима Саровского и почти всегда. Обыкновенно это были люди местно почитаемые за высокую христианскую жизнь. К ним приходят много ли, мало ли. При составлении жития число этих посещений часто легендарно преувеличивается. Благочестивый люд для чего? Ответим словами Христа об Иоанне Крестителей. Он был светильник, горящий и светящий, и вам хотелось малое время порадоваться при свете Его. Или еще словами Василия Великого «Духоносные души, озаренные от духа, и другим сообщают благодать». Что касается церкви во всем ее составе, священства и миряне, отношение ее к жизни избранников Божьей проникнуто как бы некоторой недоверчивостью. Это наследствие душевно подобного состояния церкви. Она не имеет дара развлечения духов. Епископы когда-то были призваны оберегать церковь от нахлынувших на нее лжепророков и лжепророков и лжепророков. И на все время своего начальствования у них остается некая боязливость, страх ошибки. Однако та же во всей силе остается для церкви слово Христа. «Ты не узнал времени пришествия моего». Ведь жителях им избранных снова и снова посещает свою церковь. И к ним, то есть к нему следует приходить и учиться всем церковным людям, начиная с верных иерархов и кончая малым отроком. Конечно, посылая своих верных свидетелей в свою церковь, Господь дает всем непревозносящимся узреть их. Но превозносящиеся антихристов дух церкви всячески и хитро прикрывает от соблазненного большинства малых сих живой свет Христов. Верные традиции учительствовать все священное по записям, по книгам, законнические учители церкви, канонизируя святого, начинают тщательно собирать все написанное святым или записанное с его слов учениками. Этот записанный материал присоединяется к священному писанию, таким образом продолжается писанный Новый Завет. Копится книжное богатство церкви, которое почти за 2000 лет возросло до огромного количества целых библиотек. Прочитать его по всей полноте едва ли успевают даже несколько человек, образованнейших из христиан. Чтение жития и творение святых отцов есть праздничный отдых для благочестивых людей, материал для духовных размышлений и отчасти поучения. Однако это, как его называют душеспасительное чтение, для неопытных бывает иногда очень опасно. Ибо следовать всему, что писано и говорено Божьими посланниками за тысячелетия христианства, не только неправильно, но бывает и зловредно. Господь посылает своих святых жить и учительствовать в различные эпохи, при самых различных состояниях христианского общества. Многое, что они говорят, относилось только к данному времени и совершенно непригодно для иных времен. Бывает, что для иных времен необходимо даже противоположное. Кроме того, не следует забывать, что многое из поучений святых отцов времен после Константиновских, когда монашесство численно стало очень возрастать, есть поучения и советы монаха монахам, и потому совершенно неполезно для мирян и может их сбить с пути скромного несения своего собственного креста. Конечно, у святых необходимые для всех времен и народов. Но разобраться в этом могут только люди, имеющие духовное разумение. Поэтому ужасны те законнические пастыри, в кавычках, которые учат изречениями святых отцов, утверждая, что все их изречения всегда полезны, которые советуют подражать жизни святым, как часто в книгах, именуемые духовными, потому только, что написаны людьми духовного сана. Повторяется этот совет, который к тому или иному событию личной жизни подыскивает внешне подходящую мысль из творения и жития святых. Христианская жизнь есть жизнь в Духе Святом. Каждый христианин имеет свою стезю, свои условия жизни, свое окружение. Только тот, кому Дух Святой откроет путь данного человека, может подыскать христианину правильное решение в встретившемся жизненном затруднении. Все писанное становится законническим, а в христианстве действует не закон, а благодать. К стыду нашему Евангелия Новый Завет написано на бумаге, а оно должно быть написано в сердцах, говорит святой Иоанн Златоуст. Еще яснее у Иоанна Лестичника, научитесь не от ангела, не от человека, не от книги, но от меня, от моего в вас вселения и о сиянии и действия. Так учился апостол Павел, так учились все духовные. Святые посланники Божии приходят главным образом для того, чтобы огнем живущего в них Духа Святого неизъяснимо действовать на души людей и лаской Христовой обнимать сердца. Ибо Церковь Христова прежде всего есть собрание верующих в любви. И если любовь охладела, то главное в ней возгревание любви. Новая тварь в Церкви долготерпения Божия. Смысл продолжения жизни человечества после грехопадения прародителей заключался в Божьем обетовании Спасителя мира. Внутреннее состояние людей, которые были способны питать это чувство, мысль, грядущую правду, отсутствующую в мире. Даже не вполне сознательно, например, греческие философы, вообще язычники, не имевшие обетования, как Израиль. Внутреннее состояние этих людей было действительно тогдашнего мира, действительностью. Все остальное, разнообразные события жизни людей на земле, история, не имело значения. Могло быть и совершенно иначе. В общем же шло строение царства земного, во главе которого стоял дьявол, князь, владычествующий в воздухе. Он не имел силы для созидания, но он извращал, материализовал духовные, небесные вкусы человека и направлял его творческую способность на свое дело. «Когда Христос основал церковь свой род на земле, он постал утешителя Духа Святого, который преобразил всех членов Христовой Церкви. Они сделали духоносными, новой тварью. Тот, кто во Христе новая тварь, древняя прошла, теперь все новое. Недолгое время Церковь Христова состояла только из тех, кто именуется новой тварью, иначе духовными совершенными. Было время, говорит Григорий Богослов, что сие великое тело Христова, церковь его, была народом совершенным. Постепенно проникавший в сердцевину Церкви Антихриста в Дух, в Храме Божьем сядет он как Бог, охладил любовь братьей друг к другу, то есть то, без чего новая тварь не может существовать, как рыба без воды. Но, согласно своему слову, я с вами во все дни до скончания века, Христос избирает верных свидетелей себе и посылает их в мир по чину Мелхиседека, дает им силы, которых лишены членами любовной Церкви. Таким образом, новая тварь, чудесной, вернее сказать, непостижимой милостью Божией, продолжает жить в Церкви, где жить не может. И действительность мира заключается в борьбе избранников Божьих с Антихристовым Духом в Церкви, в их любви к близним и ответной любви братьей к ним. Их успех обозначает приближение человечества к цели христианства. Их неуспех — замирание жизни на земле, угроза небытия. Приблизительно наблюдается три состояния, в которых святые пребывают на земле. Первое. Они на горе явлены в славе Божией. Второе. Они удалены от мира, светят издалека. Третье. Они в рабском виде, как бы скрыты от людей. Эти состояния могут повторяться во времени. И мы видели славу Его. Бывают времена, веяния, счастья проносятся по лицу земли. Святые живут среди людей, они беседуют с ними запросто, посещают семьи, принимают угощения. Подобно Господу Иисусу, участвуют в их скромных торжествах, свадьбах, именинах, крестинах, утешают в скорбях, сопутствуют на церковных службах. И чудным видением становится человеческая жизнь. Воистину переживают люди то чувство, о каком сказал Христос, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Беседа со святыми, ведь у них нет своих слов, они не в состоянии говорить праздно. Их речи это обращение Духа Святого к сердцам людей, беседа Христа. В настоящее время нам знакома лишь фальсификация истинных чувств. Но если мы попробуем выправить понятие, то скажем, в блаженные времена прославления Господом своих верных свидетелей люди могут общаться не с благовоспитанными, а с благостными, не с гуманными, а с любящими, не с умными, богатыми разнообразными идеями, а с просвещенными Духом Святым. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его, сказал Господь Иисус об Яне Крестителе. То же самое следует сказать о каждом святом, прославляемом великими дарами, подвигами, учением, чудесами. Светильники Божии, созерцая их, люди сами начинают святиться, сердца летят в горе. На разе состояния мы представим себе, что делалось с нашими счастливыми братьями, жившими в ту пору, когда человек Божий открыто предстоял миру. Мы привыкли в истории искать катастроф, героев, громоздящих одни события на другие, великих деятелей, сотрясающих государство и народы, направляющих их бутыл по новым путям. И мы не подозреваем, что лишь шумно, пустое и лживое вопиет к нам издали прошлого, а праведные времена молчат, они исчезают из внимания века сего. Чтобы открыть истинную жизнь народа, следует читать жития святых. Вот говорит светский историк о XIV веке, то было порой всеобщего упадка на Руси, временем узких чувств и мелких интересов, мелких ничтожных характеров. Но мы знаем, что никогда не горела столь великим огнем Московская земля, как в XIV веке. Святые митрополиты один за другим благовествовали в ней правду и мир. Ни один князь московский ничего не предпринимал без благословения святых. Торжественная тишина царила в малом городе, и Москва крепло, ширилась и светилась. Взоры всех были устремлены к ней, как к Божьему месту и спасительнице. Святой Сергий Радонежский приходил к святому митрополиту Алексию как к другу. Сын Симеона Гордова был святой Михаил Клопский. Жена Дмитрия Донского святая Евдокия творила чудеса. Ивление святых или движение чудотворных икон Пресвятой Богородицы внезапно изменяли неминуемый казалось ход событий. Когда в конце века ужасный Тамерлан с бесчисленными полчищами, как раньше Батый, появился на Руси и стал у недалекой границы князь Московский Василий Первый, сын Дмитрия Донского, отправился на встречу ему с небольшим войском, просил митрополита заступничества перед Господом. И вот большой крестный ход перенося чудотворную икону Владимирской двинулся из Владимира в Москву. В тот день, когда далеко за городом народ московский с великой радостью встречал грядущую Пресвятую Богородицу Владимирские, Тамерлан вдруг снялся и ушел назад в свои степи и исчез навсегда. Степенная книга говорит о переживании Тамерлана. Тамерлан дремал в своем шатре, и вот тот наяву видит, будто он находится у подножия высокой горы. С вершины этой горы стремилось к нему множество мужей в блестящих одеждах, с жезвами в руках, а над ними он увидел Пресвятую Деву в лучезарном сиянии, окруженной тьмами ангелов с пламенными мечами. Обратившись к Тамерлану, она сказала, «Оставь русскую землю, уходи, иначе я не в состоянии буду спасти тебя от бедствий». И на Тамерлана напали молниеносные воины, которые поражали его мечами. Он в ужасе проснулся. Не понимая сна, Тамерлан созвал старейшин, и те предполагали, что, вероятно, Тамерлан видел Святую Деву заступницу русских. «Итак, мы не одолеем их», сказал Тамерлан, и приказал отступление. Как бы небесный мост раскинулся над Русси Святой и Московской, и по нем текли туда и оттуда массы людей. Конец XII века и первая четверть XIII в Югославии были чудесным временем. О нем сербы вспоминают, как о свете, в котором зачиналась их родина. Великий жупан соединил под своей властью враждующие племена. Стефан, так звали правителя, торжественно принял крещение по православному обряду, усердно строил церкви и монастыри, был великодушен и нищелюбив. У него было несколько детей, но потом долго никто не рождался, и они с женой дали обед. Если родится третий сын, остаток жизни провести в чистоте телесной. Родился сын. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова